Тайна святых. Кассета 2. Страница 278. Иннокентий решил идти на компромисс. Он послал двух кардиналов к Филиппу с предложением признать его императором с тем, однако что Астон женится на старшей дочери Филиппа и получит приданное родовое герцогство Гогеншталфену. Но только начались переговоры, вдруг вторая счастливая случайность для Иннокентия. Один из воссталов по какому-то личному неудовольствию убил Филиппа. Папа не мог сдержать своего восторга и тотчас написал Астону письмо. «Благословен будь Господь, который по неворозимому своему милосердию исполнил наше желание относительно Тебя. И как мы твердую палаву не отступит от нас, пока желание наше не исполнится в полне, хвалея и славе Его имени и чести, их пользе Церкви, а также империи и всего христианского мира. О, драгоценный мой сын, моя душа так слилась с Твоей, и Твое сердце так срослось с моим, что мнится, как будто мы одного и того же хотим, как будто составляем одну душу и одно сердце. Какую можно ожидать от этого пользу? Того ни пером нельзя написать, ни языком сказать, ни даже умом помыслить. Ибо нам двоим главным образом поручено управление этим миром. Ибо в наших руках оба меча, о которых Господь сказал апостолам, довольны их. Значит, желание Папы исполнилось. Сросшийся с ним сердцем оттон был коронован в Риме императором. Однако он так великолепно стал исполнять свои сыновные обязанности, что Папа уже в следующем году отлучил его от Церкви и объявил всех князей Германии свободными от верности тому, кто не верен Богу и Церкви. После этой неудачи Иннокентий стал всячески содействовать юному Фридриху, сыну Генриха VI, вступить на императорский престол. В сущности, этот Фридрих был единственным законным наследником. Еще в младенчестве отец император короновал его, но Иннокентий не хотел допустить Фридриха в Германию, утверждая пагубное значение для Церкви всех Гогеншталфанов. Через три года незамного до смерти Папы Иннокентий III Фридрих победил оттона и снова короновался в Ахене. Таковы были громкие победы в Англии и Германии самого могущественного из Пап. Не вернее ли их назвать плачевными? Бесспорны были победы Папы Иннокентий III среди второстепенных повелителей Европы. Как он венчал на царца болгарского царя и как папскую милость разрешил этому царю чеканить в своем собственном государстве монету. Король Петр Арагонский положил на алтарь апостольский в Риме свои королевские регалии и получил их обратно как дар Папы. Также польский король Болеслав подчинился Папе с небольшим условием, чтобы Папа отлучил от Церкви всех нарушителей прав его наследников в Кракове. Таковы были победы служителей Господа нашего Иисуса Христа. Но, конечно, величайшую победу одержал Папа Иннокентий III над альбигойцами во Франции. Характер альбигойской ереси типичен для ересей второго тысячелетия христианства. В основе их лежит некое томление среднего человека, малого всего по правде, не воплощающейся в Церкви. К этому присоединяется возмущение на недостойных служителей Церкви и словом и делом, извращающих истину, любовь. Таким образом, эти ереси носили не догматический, а, так сказать, нравственный характер. Их порождали не гордость первых веков, желавшая проникнуть в тайну Пресвятой Троицы и извращающие тайны пришествия Сына Божия, а болезнь слишком нетерпеливого сердца, оскорбленного поруганием святыни. Заблуждения альбигойцев, катаров и других корнились в том, что, пренебрегая церковным послушанием, они чтили собственным распорядком и самочинными подвигами вернуть христианское общество к святости. Альбигойцы жили на юге Франции в перемешку с католиками. Им открыто покровительствовали светские власти, так как альбигойцы своим благочискивым образом жизни и трудолюбиям чрезвычайно содействовали процветанию тамошних городов и областей. Иннокентий III отправил на юг Франции двух легатов, но ни проповедь их, ни крутые меры не достигали цели. Раздражение росло с обеих сторон, и властолюбивые и жестокие легаты, легат папы, пал от неизвестной руки. Тогда Иннокентий III приказал своим легатам проповедовать в Северной Франции крестовый поход против еретиков. В существенно, это было натравление одной части населения страны на другую, так как еретики на юге жили не отдельными селениями, а в тесном единении с католиками. И действительно, война превратилась в захват земель и богатств юга менее зажиточными северянами. Католиков уничтожали вместе с еретиками. Осталось, например, донесение легата о взятии города Безия, где католики жили рядом с альбигойцами. Войско в надежде на добычу не стало дожидаясь эвакуации католиков и нетерпеливо ринулось на приступ. Наши, говорится, в донесении папы, ни щадя ни звания, ни пола, ни возраста, около 20 тысяч людей поразили острием меча. И по учинению этой великой резни среди врагов весь город был разграблен и сожжен, так что на нем дивным образом проявилась божественная кара. В конце концов, иннокентийские крестоносцы разделили между своими предводителями всю Южную Францию, нисколько не заботясь, были ли то католические или еретические земли. Жадные руки по выражению самого папы, счастливого победителя ереси, протянулись на такие земли, которые нисколько не были запятаны бесчестием ереси. Но насколько Иннокентий III успевал в уничтожении и истреблении, настолько ему не везло в проявлении некоторого рода справедливости. Когда на Латеранском соборе он вздумал защищать невинно пострадавшего Рэммонда Тулузского, лишенного всех своих владений, и просил поделить земли между северными крестоносцами Симоном, Монфором и законным монархом, то прилаты, столь послушный папа в злодействии, отказались исполнить его справедливые пожелания. Они с яростью окружили Иннокентия, всячески понося Рэммонда и величая доброго и верного сына в церкви Симона Монфорского, разбойнически завладевшего чужим престолом. Папа отказался от своего доброго намерения. Впрочем, трудно сказать, была ли искренность в Иннокенте при защите им Рэммонда. По крайней мере, в начале, когда Рэммонд еще до нашествия крестоносцев с севера пытался разрешить дело мирно, папа дал совет своим легатам действовать, подобно апостолу Павлу, который, будучи хитер, лукавством брал с вас. Захватите поодиночке отделившихся от церкви, начинайте войну не с Рэммонда, но опутав его искусством мудрого лицемерия, диссимуляционист, «Приступите сначала к истреблению других еретиков, чтобы тем легче потом сокрушить этих служителей Антихриста». Так толковал римский преемник апостолов слова апостола Павла. Это издевательство над апостольским учением и преданием, в особенности заметно при свечении его, что писал о заблуждающихся апостол Павла, какие меры принимались против еретиков папой. Апостол Павел, скротости наставляя противников, не даст ли им Бог покаяния в познании истины. Папа Иннокентий III так говорит о заблуждающихся. «Если виновны в оскорблении царя земного наказываются смертью, а у детей их отнимается имущество, то тем паче надлежит каре надлежат те, кто наносит заблуждаясь в вере оскорблении Сыну Божию Иисусу Христу». Для еретиков тогда было установлено особое гражданское состояние, вернее, полное бесправие. Никто не обязан был ответчиком быть перед ними на суде, то есть каждый мог нанести им любой вред и оставался безнаказанным. Даже раскаяние не принималось во внимание. Если еретики покаятся, то имущество возвращалось им только в том случае, если кто-либо пожалеет их, и сам отнюдь незаконным порядком, как милостынь, вернет им добро. Папа Иннокентий III известен не только как самый могущественный из пап, но и как чрезвычайно умный человек. В молодости Лотарь, его прежнее имя, написал талантливый этюд о презрении к миру. Он мастерски изображал там людские пороки, громил их с высоты добродетеля. Однако интересно отметить, что в посвящении своему труду епископу Портуэнскому дьякон Лотарь обещает изобразить впоследствии не только пороки, но и достоинства человеческой природы. А это обещание не было выполнено. Литературная способность Иннокентия проявилась во времена Папсова в написании 3702 посланий и писем за 18 лет. Грандиозная и всеохватывающая область тем им затрагиваемых, начиная с определения Евхаристии до определения, что такое в сельском хозяйстве новь, или рассуждения по вопросам супружеской жизни. Называясь духовным властителем царств и народов, Иннокентий III, очевидно, чувствовал себя полномочным рассуждать обо всем и обо всем в мире, чувство совершенно незнакомое святым. Вероятно, в его письмах было много интересного и полезного, если такая масса народу со всех сторон обращалась к нему с вопросами. Мы остановимся только на духовной стороне этих писем, ибо ведь от него ждали ответа, как от Божьего человека. Достаточно приведено нами раньше, чтобы сделать решительный вывод. Так Иоанна Безземельного Иннокентий приравнивает к царственному священству, ссылаясь на послание апостола Петра. Но, как известно, понятие царственного священства принадлежит к самым высоким и таинственным в Новом Завете, обозначая степень духовного совершенства членов церкви апостольских времен. У Иннокентий это выражение получилось чисто механически из сцепления эпитета царский, царственный, со словом священство, в данном случае решенного всякого смысла. Оно понадобилось ему, чтобы как можно торжественнее, а что может быть торжественнее для иерарха, как цитата из Евангелия. Похвалить английского короля Иоанна, который подчинился папе в испуге, а собиравшегося на него позову Иннокентий войско со всего христианского мира. Далее. В деле искоримения льбилойской ереси Иннокентий, ссылаясь на слова апостола Павла, советствует своим легатам опутать лицемерием Раймонда Тулузского, чтобы тем легче погубить его. Апостол Павел как раз в указанном месте говорит обратное. «Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, хотя чрезвычайно любя вас, менее любим вами». И далее прибавляет о своей хитрости, то есть хитрости любви. Какой умная мать, не давая заметить сыну, направляет его на доброе дело. Несравнимую ни с чем доброту апостола, Иннокентий превращает в злейший совет своим пословом, пользуясь внешним словами из послания. В письме, который Иннокентий говорит о двух мечах власти, царской и церковной, он указывает на тайную вечер, где будто бы Христос утвердил или благословил эти мечи. На самом деле Христос на заявление апостолов, что у них два меча для сопротивления, сказал «довольно». Но затем, когда один из апостолов обнажил свой меч для защиты, спаситель сказал ему «возврати меч твой вместо его, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Примером курьезного понимания папы меча Петрова может служить его письмо к роману князю Галлицкому. И соответствующий ответ романа папа писал «россияне живут как бы в особенном мире, бесчисленной, подобно звездам небесным, и в хладных, мрачных странах своих, ведая спасителя единственного по имени, ожидает теплотворного света истинной веры от апостольского наместника». Посол Анакентий доказывал князю превосходство латинского закона, но опровергаемый романом искусным в богословских прениях сказал наконец «папа может наделить тебя, князь, многими городами и сделать великим королем посредством меча Петрова». Роман, выходив в свои вещи, потрясая им возвеку «таков ли у папы, да коли ношу его при бедре, не имею нужды бы нам и крови, покупаю города». Ответ вполне достойный предложения о романе Галлицком. Как же квалифицировать подобное пользование, словом Божиим, в письмах иерарха, учащего свою пасту? Отсутствием у этого иерарха не только духовности, но и ума. Именно тут вскрывается источник мудрости папы Иннокентия Третьего. Когда он говорит о житейских предметах или зло высмеивает человеческие немощи, он проявляет то, что в людском общежитии зовется умом и талантом. Но лишь только касается Слова Божия, Господь за его превозношение отнимает у него разум, и он обнаруживает себя безумным неучем. Лишняя судьба пап Григория Седьмого Иннокентия Третьего наводит на некоторые размышления. Мы видели, как печально закончилась жизнь Григория Седьмого. Против Генриха Четвертого он призвал себе на помощь староцин, и они разграбили его собственную резиденцию в Рим. Папа умер в изгнании. Глубокий неуспех в большой политике сопутствовал также Иннокентию Третьему. Великая хартия вольности в Англии, как результат поведы папы над королем. Полная измена любимого сына Аттона, которому Иннокентий, по его словам, сросся сердцем в Германии. Наконец, вынужденная помощь молодому Гогенштауфену, придыху второму на беду, если не себе, ибо умер вовремя, то папской власти. Можно сказать, что папа, несмотря на приписываемое им могущество, переслил иной мир с чувством личного поражения, что, конечно, благоприятно для спасения их душ. Это чувство поражения в делах земных надо признать милостью Божией к несчастным, занявшим в средстве особого состояния Церкви, назревающего антихристового духа, несоответственной их духовности, первое место Церкви, будучи в духовном порядке сосудами низкого употребления, терминология апостола Павла. Они, получив власть в Христовом обществе, стали действовать по их разумению на благо Ему. На самом же деле, сеяли и утверждали в Церкви зло. Самое искусство из христианства – живой Христос, откровение, голос Духа Святого, любовь между братьями, духовное разумение в Священном Писании – были для них пустыми понятиями, которые они заполняли в случае надобности любым содержанием. Тайна беззакония, о которой говорил апостол Павел, при этих папах обернулась проявленным беззаконием. Однако не была решительно отвергнута Церкви, а была как бы усвоена ею, питалась в ее жизнь, как некая вторая истина. Тайный враг Церкви. Мы достаточно ознакомились с письмами, посланиями, делами и мыслями Папы Григория VII и Папы Иннокентия III, чтобы сделать заключение, что деятельность их исполнена насилие, а не любви. Почему же до сих пор католическая Церковь не только не отвергла их, а пользуется их мыслями, как доброкачественным и церковным материалом? И почему все историки и церковные и светские называют их великими и могущественными, и уделяют им так много места, как будто бы они были не крайне духовное и злое невежество, случайное явление Церкви, а некая очень положительная величина? Что касается светских историков, то они не могут, да и не их дело, входить в духовную оценку церковных деятелей. Они уделяют этим Папам много места, потому что действительно последние имели огромное влияние на ход истории Церкви. Что влияние это было отрицательное, многие историки, конечно, видят и даже показывают, но как бы негласно, соблюдая декорум принятой церковной традиции. Так как большинство историков или позитивисты, или деисты, относящиеся к Церкви с призрительностью и сходительностью в лучшем случае, то при изображении этих Пап держатся двойного тона, традиционно церковно, называют их великими из великих и уделяют им столом исследования иронического, указанное их действие, подтверждающее всегдашнее мнение этих историков, что Церковь еще общего с Духом Евангелия Христова не имеет. Другое дело, церковные историки и сама Церковь. В их признании за этими Папами церковного значения свидетельствуется воочию, что в Церкви последнего тысячелетия нет истинной духовной оценки событий. Вернее сказать, она есть, но не на словах, а в жизни святых божьих людей по чину мелкоседека служителей Христа. Молча они громко говорят и обличают. Те же, кто говорит в Церкви, не знают, в чем правда. Им кажется, что в Церкви отступление от истины бывает только одного порядка, именно нарушение чистоты догмата. Они предполагают, что у Церкви только один свой внутренний враг, еретик. Сначала ему стараются доказать его заблуждение, а потом круто расправляются, вопреки апостольскому завету и мнению всех святых, если он упорствует. Считают даже своим кровным врагом атеиста, то есть человека, не по своей вине отошедшего не только от Церкви, но и от веры в Бога, и пытаются с ним бесплодно спорить. Называют также врагами язычников, магометан и прочее. Но стараясь одолеть зримого врага, церковные деятели не только не борются, но как бы и не предполагают, что в Церкви есть гораздо более злой враг, чем ересь. Ибо это враг сокровенный внутри церковный, и не один враг, а несколько. Эти враги лжехристианства, лжеапостольства и лжесвятости. Лжехристианством назовем признание и осуществление целей, выдаваемых за христианство церковным учительством, между тем, как они ничего общего с христианством не имеют, например, стремление ввести Царство Божие на земле путями внешними, теократии, или объявление империум священным и потому освящение всех действий, направленных к его возвеличению, миропомазанию царя, которое рассматривается как нечто, придающее этому званию сверхъестественное значение, а не как благодатная помощь на служении, которая миропомазанию может повторяться в жизни и не только царской. Для апостольства эти антихристовые способы действий, применяемые начальниками церквей, прежде всего насилие всякого рода и одобрение насилия. Чтобы оттенить правду апостольскую, необходимо всегда помнить завет апостола Петра «Пастрию моляю, а не повелеваю, я свидетель страданий христовых и напрасно вставлено сам страдал, а не других заставлял страдать». Спасите Божие стадо, не владычествуй над наследием Божиим и подавая пример стаду. Сказано «не владычествуйте», а епископов словно в насмешку принято именовать владыками. Ложе святость – это всяческая праведность и аскетство, но без любви. Язычество в церкви В чем заключалась хитрая цель антихристового духа, когда он утвердился церкви через лже-христианство, лже-апостолство и лже-святость? Он материализовал догмат. Чтобы это понять, вспомним слова Христа о соли. Соль – добрая вещь, но если потеряет силу, никуда не годится. Догмат, применяемый и соблюдаемый без любви, теряет всякое значение, превращается в нечто безблагодатное, мертвое. Мало того, предельствие дьявола превращается и в нечто живое, но противоположное духу, духу Христа. Чтобы убедиться в этом, следует обратить внимание, что произошло с догматом после времен Григория VII и Иннокентия III. Он был превращен в орудие истязания человеческой души. Как это могло стать? Догмат, то есть писанное учение Христа, лишенное света Божьей благодати, становится идолом. Это злейший идол из всех когда-либо бывших, ибо его творит сознательное противление духу Христа любви. Если финикийский бог и индусская богиня Кали требуют кровавых человеческих приношений, то этот христианский идол жаждет мучительных истязаний не только физических, но главным образом нравственных пыток. Здесь воплощается мысль одного святого, что человек в своей злобе может превзойти дьявола. Сатана принадлежал к роду ангелов, но не ангелам, а только человеку дан творческий дар. И вот этот дар здесь создает все новые и новые извилины, допрос опытаемого еретика, допрашивающий инквизитор играет, творит муку в душе подсудимого. Когда Иннокентий Третьей Кощун присылается слова апостола Павла, что он, Павел, будущий хитер, брал лукавством, рекомендовал своим легатам в подражании апостола опутать подозреваемого искусством мудрого лицемерия, он, конечно, еще не предвидел, до каких вершин творчества дойдет в лице инквизиторов католическая церковь, приказывая опутывать души подозреваемых в ереси искусством мудрого лицемерия. В специальных исследованиях читатель может познакомиться с сатанинскими глубинами инквизиции, большинство же историков церкви не любят углубляться в этот предмет. Они скромно отмечают даты Собора Авененский 1209 и Монт-Пелиевский 1215 предписали, чтобы в каждом приходе одно духовное лицо и один мирянин были обязаны выслеживать еретиков. Папой Григорием в 9-м инквизиции была предоставлена ордену доминиканцев 1232 год. Папа Григорием 4-м инквизитором для выведывания истины было даровано право употреблять пытки 1250. Некоторые из историков прибавляют. Германскому уголовному суду вначале было чуждо применение пыток при допросах подсудимых. Пытки введены гораздо позднее в подражании церковной инквизиции. Из мрачных подземелья, где священники, то есть учителя веры, инквизиторы с творческим вдохновением истязали души людей, истязчески проливали человеческую кровь, сжимая, ломали кости, вытягивали жилы, расползался по всему церковному обществу злой и болезненный духовный смрад. Церковное учительство всегда подает тот или иной пример стаду. Инквизиция не могла не вызвать в народе соответствующих ей чувств. Самый предмет инквизиции расследование чистоты веры не был понятен огромному большинству. Кто в те времена на Западе прицарящей неграмотности интересовался догматическими тонкостями? Народ только видел, что из его среды внезапно хватали и уводили человека, вчера еще со всеми вместе посещавшего храм Божий. Через несколько времени арестованного и зароданного пыльками торжественно вели на площадь, чтобы сжечь на костре во славу Божию. Верным сынам церкви, привыкшим к послушанию, давалось понять, что осужденный знался с дьяволом, чтобы в этом никто не сомневался, его одевали в причудливый наряд, испещенный отвратительными фигурами бесов, а на голову нахлобучивали сатанинский колпак. И вот в народе попов страх, дьявол может входить в общение с живыми людьми и через них совершать различные таинственные преступления. очень может быть, что здесь же у нас на улице живет злодей, которого нельзя никогда вылечить, как простого преступника. Ему помогает дьявол, он действует на людей не внешними орудиями, а внутренними, мистическими способами. От него невозможно уберечься. Расстроенного воображения стало рисовать картины, медленное обескровливание человека, прививка заразы, страшных неслыханных болезней, высасывание крови у младенцев, мучительный страх, злая ненависть, накопляя требования, что бы то ни стало указаний виновных. И вот родилась зловещая мысль, что этим занимаются некоторые женщины. Нечаянно оброненное слово на базаре. Мы знаем, как легко начинается то, что у нас теперь зовется сплетней. Давало повод заподозрить какую-нибудь женщину. Подозрение росло, превращалось в общую уверенность. «Ведьма!» шептали в ужасе обыватели окрестных улиц. «Жечь ее!» подсказывала суеверная злоба. Из-за подозренных стали сжигать на кострах, подобно как церковь жгла еретиков. Слово «ведьма» было знакомо языкникам среди прочей нечисти. Леший, домовой, русалка и другое. Но тогда это была вера в сверхъестественные существа, страшные только для тех, кто слишком в них верил. Тогда даже бесы принимали вид призраков. А здесь член церкви Христовой, сестра во Христе, заподозревалась в отношении с дьяволом. Церковь сначала боролась с этим безумным обвинением ближних. В 1398 году Сарбонна опубликовала по учению народа 87 положений против ведовства. Но злая вера продолжала распространяться. Ведьмы горели во множестве на кострах. Наконец и церковь пришла на помощь. Папа Иннокентий Восьмой дал полномочия на преследование ведовства трём доминиканцам. Двумя из них было известно сочинение под названием «Колдовской молоток». Это сочинение заключало в себе научное обоснование веры в ведьм, предохранительное указание средств от колдовства и изложение уголовного процесса против подозрённых в 1487 год. Церковный раскол не только не уменьшил, но даже способствовал преследованию ведьм. Так как ведовство рассматривалось как существовавшая существенная часть религии, то им воспользовались различные христианские исповедания в борьбе друг с другом. Колдовской молоток неоднократно переиздавался и католиками, и протестантами. Пытками вынуждали показания, клавшиеся в доказательства существования ведовства, это в свою очередь приводило к усилению преследования. Оспаривание этой веры грозило смертельной опасностью. Профессор Лос принуждён был отречься от своих возражений. Извит Фридрих Шпе счёл за лучшее прикрыть свой голос против ведовства анонимом. Вырождение могущества Пап. Как мы говорили в главе вступительное слово. Сатана, стремясь стремить церкви антихристов дух, породить в ней вторую истину, нисколько не заинтересован в видимом могуществе своих приспешников. Когда полезно было святоту престола пропагандировать «урби от орби», противоположное христову учению, земную власть над миром, скопление всех христианских богатств в руках иерархической власти, полнейшего и неразборчивого Папа, хотя им не разно, но одерживали победу над своими врагами. Но как только вторая истина была вдвинута в католическое сознание, одержала церкви победу над святостью, то есть над святыми, проповедовавшими Христову истину. Могущество Папы рассеивается как дым. Сатана даже как бы подсмеивается над людьми, сослужившими ему службу. Хитрость ума, помогавшая Папам, меняется недостатком ума, иногда даже в конце XIII века, в начале которого небезуспешно орудовал Иннокентий III, является Папа Бонифаций VIII, начинающий с собой эру папского падения. Насколько умно, впрочем, не умом Христа, осторожно и хитро действовал Иннокентий III, настолько бестактно и слабоумно поступает Бонифаций VIII. Его восстолюбивые притязания на права королей, правителей различных стран производят впечатление карикатуры. Винсеславу Богемского Бонифаций пишет, «Нас беспокоит, что ты в своем письме самовластно и снимала смелость и называешь себя та же королем Польши. Ты этим высказываешь пренебрежение к римской церкви, матери и наставнице всех верующих, которой принадлежит Польша, как это каждому известно». Когда и кому было известно, что Польша принадлежит римской короне? Эдуарду первому английскому Бонифаци пишет, «С древних времен Шотландия принадлежит римской церкви и никогда она не была леном английских королей». Тебе не безызвестно, что она обратилась в католическую веру благодаря реликвиям апостола Андрея, и ты не имеешь права взять ее в свою собственность на погибель души своей. Ирландия и Дания принадлежат святому престолу, потому что пророк Исаия пророчествовал, «Славьте Господа на островах морских», а пророк Сафония говорил, «Ему будут поклоняться все острова язычников». Испанские королевства принадлежат папе, потому что вся страна отвоевана у язычников по праву креста и собственность апостола Петра, давшего победу. Наконец французский король Филипп Красивый, которому надоели бесчисленные притязания папы на королевские дела во Франции, в 1303 году послал войско. Бонифаций VIII, выступивший со своим войском, был взят в плен и ему было нанесено то, что в наше время называют оскорбление действием. Вернувшись в Рим, папа впал в выступление, начал грызть свой посох и через три дня скончался. Можно сказать, считать, что с этого времени императоры и короли никогда уже не становились в зависимости от пап. Напротив, папа подвергаются все большему унижению. Продолжая быть государями Римской области, они переселяются во Францию, в Авеньон, и таким образом становятся в зависимое положение от французской короны, авеньонское пленение пап. Еще глубже их внешнее падение, когда выбирается без нарушения закона, так сложилось обстоятельство, два папа, один в Риме, другой в Авеньоне, 1378 год. Эти два папы законно избраны, непрестанно анафемствовали друг друга, а церковь в своем послушании разделилась на две части. Одни страны встали на сторону Римского папы, другие на сторону Авеньонского. По смерти этих пап приемниками их снова были выбраны законно поставленных два папы. Так продолжалось до Константского собора, который изложил трех пап, к этому времени оказалось тоже законно избранным третий папа, и выбрал вместо них одного в 1417. В этом сосуществовании в течение сорока лет одновременно двух законных пап «Сказалось вся неправда присвоения папы себе на местничество Христа и благодати апостола Петра. А разве мог бы глава церкви Господь Иисус Христос запустить в церкви одновременно двух своих наместников, анафемствующих друг друга, и раздвоение благодати апостола Петра, если бы действительно по его решению и с его ведома папа был наместником главы церкви и благодатным преемником апостола Петра. После того, как ясно обнаружила в жизни церкви лож великих иззываний, присвоенных себе папами. Казалось бы, последующие папы должны были образумиться и отказаться за себя и за своих предшественников, от своих грешных, кощунственных, ибо притязает на них именем Христа, наименований. Но нет, они продолжают, как ни в чем не бывало, свою неправду. И тогда Господь выпускает некоторых из них буквально блудодеяниями, блудодеями, других убийцами, третьих отравителями своих ближних, истинными симонистами, ибо старались обогатить своих родственников, мучителями ближних, ибо поддерживали заплечные дел мастеров инквизиции, квартами мерзости, ибо по их благословению был написан и действовал колдовской молоток, судящий ведьм. Несмотря на все это, папы продолжали утверждать и требовать от членов церкви именовать себя святыми отцами, восседающими на святом престоле, в то время как вся церковь земная и небесная называет один свят, один Господь Иисус Христос. Они издеваются над понятием святости, называясь святыми, блудодеев, и свое золотое или деревянное седалище святым. Мы говорили, что в церкви христианской нельзя играть словами, ибо за каждое слово церковь дает отчет Богу. Но тогда кто же они, эти папы, по отношению к церкви Христовой? Они продолжают быть действительно законно поставленными епископами римскими, имеющими первое место начальственное среди других епископов на Западе. Им необходимо повиноваться, пока вся церковь или иначе Вселенский Собор не снимет с них звание. И верные члены церкви им повинуются, малые сии, соблазняясь, а святые, зная правду, мучаются, ибо папы не хотят слышать голос Духа Святого, желающий обличить их через посланников Христовых. Все постановления самых преступных пак, все их булы имеют законные силы, даже такие, как введение пыток при инквизиции. Вот когда обнаруживается, во что может превратиться закон Церкви Христовой, утратившей любовь. И вот когда во всем иррациональном ужасе обозначается именование, данное кардиналом Дамиани, папе Григорию VII, святой Сатана, это прозвище получает зловещее всецерковное значение. Оживает в Церкви великая блудница, сидящая на звере багряном. В Святой Католической Церкви существует замечательное учение о папах и для пап. Истинным учением Церкви мы называем не тонкие догматические изыскания кабинетных богословов, попущенные духовной цензурой, пропущенные, и даже иногда одобренные для учебных заведений. При настоящем процветании сверки двойной истины духовная цензура пропускает иногда и вторую, то есть антихристовую истину. Только учение святых отцов в Церкви следует признавать истинным учением Церкви. Таково учение святого Бернарда Клервозского о папах. Об этом учении мы будем говорить в следующей главе. Теперь же укажем на письмо святого Бернарда 235-е папе Целестину второму по поводу неправильности допущенных его предшественником папой Иннокентием Вторым, который был утвержден на папском престоле при святом содействии святого Бернарда. Призывает Целестина второго исправить погрешности предшествующей ему папа. Святой Бернард говорит, повсюду плащ праведных. Пальцем показывает позор матери церкви, а смеянию подвергается отец Иннокентий, срам которого раскрыл негодный раб, считая его умершим. Но ведь в вас он продолжает жить. Если продолжает жить умерший папа в ныне здравствующем папе, то ясно, что живой должен исправить ошибки своего предшественника и таким образом снять позор с матери церкви, покаяться перед всеми. Ибо папа творит свои дела перед лицом всей церкви, как ее начальник земной, в грехе того, кого он стал преемником. Духовный человек, святой, имеющий полноту Духа Святого, учится властью, раскрывает Божьи суды о церкви. Следовательно, по учению святого Бернарда папе Целестину Второму свидетельствует истину. Папа несет ответственность за своих предшественников. Утратив могущество, папа продолжает вожделеть его, мечтает об элон величии. Они свирепо борются за свое светское владение, без жалости проливая кровь тех, жизнь которых вручена их пастырскому убережению. Для них их королевство выше Христового дела. Наконец, лишенные владения папа гордо запирается в своем дворце Ватикане и крошечном королевстве и сидят там, готовые при благоприятно сложившихся обстоятельствах снова принять большую власть выжидают. Какое значение после этого имеют их призывы к миру в Европе? Они призывают к тому, чего сами никогда не поддерживали, когда имели царство. Осуждают войну владыки, лишенные владения, не осудившие себя сами за кровь, проливавшуюся их предшественниками. Не покаялись и, значит, непременно снова будут ее проливать при возвращении к ним светской власти. Святой престол пап стоит в себе еще одну возможность. Инквизиция была прекращена не ее изобретателями папами, а врагами пап, просвещенными монархами. Просведительные движения, отменившие пытки и общественное мнение, рожденное веком просвещения, отняли у пап возможность мучить людей. Папа осуждает деятелей просвещения, как врагов церкви, но не осуждает себя, как инквизиционных деятелей, как творцов пытки. Если папы не покаялись, не признали инквизицию преступлением, то ее возможность продолжает существовать в католической церкви, как самая реальная действительность. Если снова удастся вернуть теократическую власть, снова явятся инквизиция и пытки. Это так же верно, как верно то, что существует дьявол, который владеет теми, кто не покаялся в своих преступлениях, который лелеет их преступления, чтобы рано или поздно вернуть их. Мы заканчиваем эту главу так, чтобы отнять всякую возможность обвинить нас в непослушании церкви. И потому еще раз спрашиваем, кто такие папы римской католической церкви? Законно поставленные епископы, которых католическая церковь признает первыми епископами, начальниками западной церкви. Их необходимо чтить. Святость католической церкви. В первые века нашего тысячелетия христианские народы на западе были очень верующими, то есть усердно молились, посещали храмы, воздвигали здания церквей, почти в каждой фразе упоминали о Боге, о Богородице, о святых. Неверующий считался был уродом и презренным. Но трудно в истории найти более грубо нехристианский образ жизни, чем в те времена грабежи, насилие, потешины на турнирах, убийства друг друга, лютые казни, на которые сбегала вся круга, чтобы насладиться зрелищем. Злая месть царили в обществе. Война считалась как бы непременным занятием, так что церковь предложила ввести Божий мир от войны. Каждую неделю Божий мир наступал в среду вечером и оканчивался утром в понедельник. Наконец и сами священнослужители церкви вступили на мрачный путь. Мы видели какой ужас и безумие и являли собой дела наиболее влиятельного Папа 11 века Григория 7-го дела, выдаваемые за борьбу во имя Церкви Христовой. И вот чтобы знаменовать правду, сам Христос в лице своих верных свидетелей приходит в Церковь. Мы видим двух великих святых настоящих апостолов Христов Бернарда Клервотского и Франциска Осийского и время их прихода и образ действия и силы и слава Божия явленная в их ликах с изумительной ясностью говорит нам о том, как управляет своей Церковью глава ее Христос. Святой Бернард из Клервот Святой Бернард всю жизнь оставался простым аббатом небольшого монастыря Клервот. Он постоянно отклонял от себя всякие церковные почести, отказался от епископства в Генуе и Шалоне от архиепископа первого во Франции Рейнского. На положении его церкви было таково, что он писал в конце своей жизни папе. Многие говорят, что не вы папа, а я. Хотя Бернард признает, что полнота власти дана папе над всеми церквами мира, послания к миланскому народу. Хотя почтительность и послушание его папе щезвычайны, однако апостол Христов не смеет не знать, что сам Господь действует через него в церкви и говорит его устами его, когда хочет поэтому, когда хочет. Поэтому и сам папа ничто, когда возвещается правда Христова. Когда однажды Бернард нашел пригород папы неправильным, он так пишет в одном письме, придет тот, кто снова рассудит дурно рассужденное, что сотворит суд обиженным, к твоему судилищу, Господь мой Иисус, я взываю на твой суд уповаю, тебе поручаю мое дело. Промыслом Божиим святой Бернард предназначен быть судьей пап. И вот сама жизнь чудесно складывается так, что скромнейший монах оказывается выше занимавших римский престол иерархов. Прежде чем говорить, как это произошло, дадим некоторые понятия жизни и любви Бернарда. Святой Бернард в 1901 году, через 6 лет после смерти папы Григория VII, сам Христовым духом которого он пришел бороться духовным мечом, как подобает апостолу Христову, а не мечом власти. И не в центре земной Риме, а в глуши французской провинции. Здесь Господь утвердит свой престол главы церкви, никого не насилуя, а всех привлекая к себе духом святым любовью. Родители Бернарда христиане, подтверждая этим, что источник живой воды еще бьет в полной силе в церкви Христовой. До 20 лет святой Бернард жил в мире, получил прекрасное образование и проявлял недюжинные способности и особенности литературный талант. Но бросил мир и пошел в монастырь. Избрание Божий не мог иначе поступить в те времена. Разожжанный грубой чувствственностью мир повидал человека. Необходимо было освободить от него свою плоть. И вот Бернард с большим усердием предается аскетизму. Мы говорили в главе свидетелей верное. До какого мучительного самоистязания дошел он, однако как подобает монаху, показал послушание, прервал свой чрезмерно успешный подвиг по совету епископа Шампо. И хотя навсегда потерял вкус к еде, не мог различать пищу и ко всему мирскому, однако понял великую истину, аскетические подвиги служат к совершенствованию любви. Эта мысль святого Бернарда раскрывает нам смысл аскетического подвига. Если он необходим в данном состоянии церкви, апостолы не были аскетами для избранников Божьих, аскетизм идет к любви, конечно, с помощью Божьей, как мы знаем, он может привести к крайнему развитию тонкой злобы, как бы невидимой. Это у тех, кто самовольно вступает на путь подвига, ложе святые. Много и другое заметил святой Бернард в тайниках монашеской жизни и написал трактат о смирении и гордости. Монастырское соревнование в победе над самим собою рождает честолюбие и постепенно Бернард насчитывает 12 ступеней восходя к греху неодолимому гордости. Великое предостережение святого своим братьям-монахам, наблюдая внутреннее безобразие людей, казалось бы, всецело посвятивших себя Богу. Святой Бернард прозревает также и во внешнем служении Богу опасное уклонение от христианской простоты. Грандиозность и роскошь храмового здания, развивающейся материализм церкви Христовой, заставляет его с горящим восклицать. Не будем касаться бесконечной высоты церквей, неумеренной длины, излишней ширины, роскошной расписовки. Все это притягивает к себе глаза молящихся, ослабляет их чувства и напоминает мне чин древних евреев. Такое глубочайшее замечание. Ведь литургия не вообраз истинная, как было служение у евреев, а сама истина благодат на нас преобразующая. Все излишнее материальное мешает духовному состоянию любящих. Вспомним простоту вечерей любви. Но пусть это будет в славе Божией. Но вот о чем я монах спрошу у монахов, не вообще ли у христиан. Скажите о том, в чем язычник некогда обличал язычников? Один поэт. Скажите, говорит он священникам, чему в святыне золото, а размещается в царквах венцы, не венцы, вернее целые колеса, обставленные свечами, но не менее ярко сияющие вставленными внедрагоценными камнями. Какая цель или восхищение зрителей? О, суета, сует, и даже не столько суетная, сколько безумная. Сияют стены церкви, а бедные ее в нужде. Золотом облекает она свои камни, а сыновей своих оставляет на ими. Достояние бедной служит для того, чтобы доставлять зрелище богатым. Когда время святоты престола, называвшегося апостольским, звучал призыв к сосредоточению всех богатств в церкви, и склерво взывает к христианской совести. Как-то уже в наше время совершенно утратившее представление святых о том, кто они, высказал мысль, что необычайные аскетические подвиги святого Бернарда создали ему большую известность в христианском мире. Но мало ли в те времена было аскетов, но святой Бернард один. Нет. Не аскетизм лечет сердца избранникам Божьим, а лучи славы Божьей и любви сияющей в них. К избранникам сатаны лжи-цвятым привлекает магия, а к аскетам без избрания никто не приходит. Сохранилось 495 писем святого Бернарда, письма, адресованные к простым монахам, к аббатам, к епископам, к кримским кардиналам, к женщинам и горожанам, к папам. Святой так изъясняет в одном письме в просьбах, ко мне обращающихся за духовной поддержкой, советом. Грех будет, если промолчу. Словисть всегда требует от меня внимания ко всем братьям-христианам. Но, конечно, здесь воля Божия, ведь были святые, которые в глубине Келли возносили молитвы, любовь к братьям, и по воле Божией не открывали своих дверей миру. А теперь всему на свете предпочитающие уединения, в лесах, окружающих твою келью, как писал он однажды, ты найдешь нечто лучшее, чем слова людей. Деревья и скалы научат тебя, чему от людей не услышишь, призван стать духовным вождем современников. Главной характерной чертой Бернарда во всех его обращениях к людям является правда во имя любви Христовой, тенденцией тех злосчастных времен к различным насилиям. Он противопоставляет милосердие и всячески старается смягчить сердца, как в былые времена на заре греческой империи епископы защищали преступников от лютой жестокости законов. Святой Бернард взывает к повелителям своего века, прося их за провинившихся подданных. Он пишет одному графу, «Везде, где преступление может быть прощено, уже не говорю, что если есть малейшая возможность заподозрить его сомнительность, вы не только должны поспешать, оправдать, но и радоваться, что имеете возможность явить свое благочестие. Вот в чем святой Бернард видит благочестие. С болью в душе зазнавая, что полнота милосердия недоступна жестокосердии и его времени, и наказание месть считается незыблемой охраной порядка, Бернард осторожно старается пробудить христианские чувства у властителя. Там, где милосердие по вашему убеждению может быть оказано лишь в ущерб справедливости, и там вы должны приступать к каре со страхом и скорбью, больше побуждаемой необходимости положения, чем желанием мести. Там, где прерывал состоялся и приведен в исполнение, но где возможно еще предотвратить пледствие серепого наказания, Бернард спешит со своей добротой. Так, один из вассалов, побежденный на судебном поединке, был подвергнут ослеплению по распоряжению графа. Тинзерена, человека, впрочем, благочестивого и доброго, прибавляет летопись. Трудно вообразить, как же тогда поступали мало благочестивые и не особенно добрые. Кроме того, у несчастного было конфисковано все его имущество, так что он и дети его, дети до французской революции по уголовному закону не приответственны за родителей. Стали нищими. Бернард свет письмо графу. Как будто этого мало, что он побежден, то есть проиграл дело и лишен зрения. У него еще конфисковано все его достояние. Справедливо было бы возразить ему в силу вашего благочестия. Столько имущество, сколько нужно для поддержания его жизни. А невинным детям следует унаследовать отцовские дома. О еретиках святой Бернард говорит, еретиков следует брать, но не избегать. Брать не оружием, а доводами, опровергая их заблуждения. Такова воля того, кто хочет, чтобы все люди спаслись. В позднейшие времена, когда поднят был вопрос о свободе совести, стали яростно обвинять святого Бернарда за его отрицательное отношение над диспутом к Абеляру и на его согласие на осуждение мнений Абеляра. Но церковь никогда не может оставить без осуждения неправильное вероучение. Другое дело наказание за ересь, но здесь Бернард был ни при чем. Напротив, когда Абеляр опасается возможного по тем временам физического воздействия скрылся у настоятеля Клюнийского монастыря, Бернард вскоре высказал ему свои дружеские чувства. Никогда святой не действует вопреки своему учению. Что Бернард обладал терпимость и доказывает его отношение к евреям. Он пишет в окружном послании духовенству Франции. Не должны быть преследуемы евреи, не должны быть избиваемы, не должно даже их избегать. Попросите от них о них божественные книги. Бернарду пришлось лишним выступить в защиту евреев. Когда он путешествовал по Рейну, встретил в одном городе монаха Радульфа, который призывал народ к истреблению врагов Христа. С опасностью для жизни святой Бернард вмешался в ожесточившуюся толпу и, хотя не говорил по-немецки, жестами и воскресаниями опровергал Радульфа. Сколь Радульф принужден был бежать и укрыться в свою келью, а весь народ перешел на сторону Бернарда. Однако, как мы сказали, дело святого не ограничилось выступлениями в народе. Он был поставлен Христом судьею пап. Еще до того, как жизнь пригласила Бернарда учить правде тех, кто сами по-своему саму являлись учителями, он высказывался решительно вполне, если папский авторитет поддерживал нечто неправильное. Каким образом писал Бернард монаху Адаму может разрешение папы сделать законным то, что есть чистое зло. Эти господа не решались совершать неправду, пока папа не дал согласие на нечестивый замысел. Но разве зло перестало быть злом, если папа на него согласился? Кто станет отрицать, что давать согласие на зло есть зло? И вот произошло так, что однажды судьба папы была вверена соборам Франции бесстрашного облечителя зла, где бы оно не проявилось. Случилось в 1630 году в Риме был избран один папа, а к вечеру второй. Начались крупные беспорядки. В монастырях явились подва аббата, епархия подва епископа. Наконец второй папа одолел первого Иннокентия второго. Тогда побежденный папа отправился во Францию и просил помощи. Был создан королем собор. Бернард получил приглашение от короля и епископов. По собственному его признанию он ехал на собор в страхе и смущении, но на пути ему было одобряющее видение. По обычаю собор готовился к принятию решения постом и молитвой и единогласно решил, что дело Божие должно быть предоставлено человеку Божьему Бернарду. Это постановление всеми было принято как выражение воли Господней. Бернард тщательно рассмотрел дело, ход выборов, юридические права конкурентов и личные их достоинства. Собор ждал призора Бернарда как слово исходящего от Святого Духа. Когда Бернард принял первого папу и законно признал избранным, собор принял это решение без голосования общим ликованием. После Франции необходимо было, чтобы германский император дал свое согласие. Бернард отправился вместе с папой в Лютих и там обаянием Отсюда Бернард едет в Италию, где второй папа нашел себе защитников. Бернард не успокоился, пока не водворил папу в Риме. Он посвятил этому делу семь лет. Его влияние везде было неотразимо. Когда Бернард приближался к Милану, жители вышли к его на встречу за семь верст от города. Целовали его ноги и старались получить хотя бы один волосок из его рясы. Однако вот мнение приступая к проповеди на песни песней, прерванных на столь продолжительное время, он заметил «Боюсь, что достоинство предмета окажется не по моим с непосилам, отвыкшему от этого духа, столь долго развлекавшемуся различными и малодостойными заботами». Во все продолжение пантификата Иннокентия II Бернард обращался к папе с различными советами и даже высказывал иногда свое недовольство неправильными по его мнению и решениями папу. И когда Иннокентий II умер в 1630-43 он с горечью констатировал, что папа этот не был на высоте положения. В письме к преемнику Иннокентия папе Селестину II умершем в 1644 году Бернард пишет «Слишком поздно, увы, торжество дьявола стало ведомо всему миру. Повсюду плач праведных, потому что лукавство победило мудрость». Пальцам показывает позор матери церкви, а смеянию подвергается отец Иннокентий, царам которого раскрыл негодный раб, считая его умршим. Но ведь в вас он продолжает жить приза Селестину. Следует заметить, что отношение святого Бернарда к папам было очень почтительно, но и требовательно во имя правды. Однако до поры до времени в этих письмах отношениях не было главного. Святой не высказывался по существу о папской власти, об ее ответственности, о ее границах. Необходимо было бы, чтобы какой-нибудь близкий, родной в душе Бернарду занял престол. Тогда бы он мог раскрыть свое сердце и высказать, что говорит глубина его совести о человеке, занимающем папский престол. И угодно было главе церкви Господу Иисусу Христу, чтобы это исполнилось. В последние годы жизни святого Бернарда в Риме был избран папой бывший ученик святого Бернарда, благоговевший перед ним Евгений Третий. К избранию этому Бернарда отнесся так, как святые вообще относятся к почетным служениям мира сего. И здесь полная противоположность к ленинским преобразователям, а говори с папой Григорием Седьмым, которые все силы употребляли, чтобы занять высшие иерархические места в церкви, ибо через это они думали преобразовывать мир христианский, починив его единой власти в Царствие Божие. Святой Бернард не только не обрадовался возможности влиять с высоты папского престола на весь христианский мир, а напротив огорчился за своего ученика, изумительно подуху его письмо к избравшим Евгения Третьего кардиналом. Помилуй вас Бог, что вы сделали? Того, кто захотел быть презренным в обители Господа своего, того вы поставили господином над всеми, смутили мыслью Богову и сокрушенного сердцем, что он хорошей стезией, с усилием вырвался он, так сказать, из насильственных объятий дьявола, ушел от славы мира сего, но не удалось ему избежать рук ваших. Рало смешно подобрать нищего человека, чтобы сделать его главой государств, правителем епископов, распорядителем держав и царств. Напрасно думать, что в этом письме смирение монаха. О, нет, здесь нечто совсем другое. Прежде всего, здесь выражено более чем равнодушное отношение к истинам христианина, сижавшего духа святого, за значение тех, кто избирается на служение в церкви не господом по сину Мальхиседека, такому всегда радуется вся святая церковь, а людьми. Но кроме того, в этом письме заметно еще некое чувство. Можно, пожалуй, назвать его досадой, чувство неприятной неожиданности, что близкий кровный человек попадает в ложное положение. Это слышится в ироническом замечании, смешно подобрать нищего человека и сделать его главой государств, правителями епископов, распорядителями держав и царств. Невольно встает вопрос, а кого же не смешно избирать папой? Святей Евгений Третий для избрания был аббатом известного монастыря в Италии. Здесь северного ударения сделанного не на папе, а на том, что он навязывается папам. Глава государств, правитель епископов, распорядитель державы царств. Видится в этом ироническом перечислении некий пропущенный эпитет, сомнительный. Сделать его сомнительным главой государств, сомнительным правителем епископов. Эта мысль вполне обосновывается, когда читаешь позднейшее письмо святого Бернарда папе Евгению Третьему. Написано не только не иронически, а напротив, настолько серьезным, настолько серьезным великий христианский учитель, получающий своего ученика, хотя он и папа римский. Вот что считаем в этом письме. Помни, что ты не господин над епископами, а один из них. Не самый главный, а самый любящий. Любящий. Замечательно, что главное получение святого Бернарда папе Евгению Третьему заключается в напоминании ему, чем он должен быть, а не присвоении ему того, что любят себе присваивать Григорию Седьмые и Иннокентий Третьи, как носители папской власти. Прежде всего учитель святой обращает внимание ученика папы на сущность церкви Христовой. Помни, что римская церковь матерь церкви, а не госпожа. Таков завет апостольский, господство тебе воспрещается, гряди же ты и решай. Присвоять ли себе главенствующее апостольство, то есть совершенная любовь, или апостольское владычество, одно из двух тебе воспрещается. Если ты хочешь обладать тем и другим, ты утратишь то и другое. Во всех же делах твоих помни, что ты человек, и страх того, кто лишает жизни князей мира, пусть будет всегда перед очами твоими. Сколько смертей римских первосвещенников ты узрел в короткое время своими глазами. Предшественники твои сами напоминают тебе о несомненной скоро предстоящей кончине твоей, и короткое время их власти предвещает тебе краткость дней твоих. Поэтому среди прелестей приходящей славы памят и последний час твой. Ибо кому ты стал преемником на престоле, затем и несомненно последуешь смерти. Как только мысль о папстве любимого ученика коснется сердца святого Бернарда, он не в состоянии сдержать слов горечи. О! Кто мне нас, прежде чем умру, увидеть церковь Божия, какова она была во времена древние, когда апостолы протягивали сети для улова душ, а не для добывания золота и серебра. Как жажду я, чтобы ты наследовал речь того, чье место ты занимаешь серебро твое, да будет погибель с тобою. О! Слово громовое, о! Слово величавое, праведное! Вообще Бернард вспоминает имя апостола Петра в письмах Евгению Третьим отнюдь не для того, чтобы напомнить о высоте папского престола, как любят вспоминать апостола Петра Папа, превозносящиеся, а только за тем, чтобы указать, что было у апостолов и чего теперь нет или обратно, чего у них не было, а теперь есть. Смотри, чтобы не отрекся от тебя Петр апостол, тот Петр, о котором неизвестно, чтобы он когда-нибудь шествовал, украшенный драгоценными камнями или шелковой одеждой, был покрыт золотом, восседая на белом коне, был окружен грозной стражей и шумящей толпой придворных служителей. Без всего этого он считал возможным исполнять свое святое поручение или в другом месте, что апостолы сами стояли перед судом, это я читал, но я никогда не читал, чтобы они восседали и творили суд. Бернаст говорит, что римский престол превратился в судилище, и папе приходится с утра до вечера сутяжничать или слушать тяжещихся. Разве к апостолу со всего земного шара стекались чистолюбцы, стяжатели, симонийцы, прелюбодеи, чтобы благодаря его апостольскому авторитету получить или удержать церковные почести? И Вернард прибавляет, пусть заходит до тебя дело вдовы, дело бедняка и тому, кому нечего дать. Примечание к этому историка церкви. Тогда суд в гражданских уголовных делах все более поглощал внимания и силы римской курии. На папском престоле святой Бернард видит обыкновенного человека, который, как и все, должен дать отчет своей совести. Хочу, чтобы она смирила тебя, всмотреть, каким ты был прежде, каким стал теперь. Приуспел ли ты в добродетели, мудрости, в разумении, в кротости, нрава, или ослабел во всем этом? Стал ли ты терпеливее или наоборот, гневнее или мягче, приветливее или суровее, надменнее или смиреннее, снисходительнее или недоступнее, серьезнее или распущеннее, мнительнее или самоувереннее? Когда знакомишься с такими вопросами святого Бернарда, удивляешься, кому они предлагаются? Пастырю, пастыре, святому отцу, преемнику апостола. Но ведь это вопрос о младенце во Христе. Такие вопросы мог задавать апостол Павел Коринфянам, но не апостолу, не духовному. Вот здесь-то и свидетельствуются глубочайшие различия апостольского времени и падшей церкви. Конечно, каждый из пап считал себя духовным, потому и считал, что решительно не понимал апостольского выражения духовный. Но вот является в церкви духовный человек и учит папу, младенца во Христе, учит апостольский. Посредительство апостола Иоанна всякий рожденный свыше не грешит, но папа не рожден свыше, хотя, как превозносящийся младенец во Христе, утверждает, что наделен апостольским благодатью. И свидетель верный избранию Божию увлечает его. Разве может укрыться запустение города, расположенного на горе, или неразумный владыка, восседающий на престоле? Краснее я как будто вижу на высокой горе нагого человека, поспешившего обречься своим почетными, своими, вот слово истины, почетными, а не духовными отличиями. Так смой же с тебя румяна мимолетной почести твоей, удали блеск плохо намалеванной славы, и возри на себя, какой ты есть. По природе нагим ты вышел из-за дроби матери. Что же из того, что ты увенчан митры, что на тебе блестят драгоценные камни и разноцветные шелковые ткани, что голова твоя украшена перьями, несешь на себе тяжесть драгоценного металла. Если думать на все этого, то рассеется как облако, и ты увидишь себя человеком нагим и убогим, жалким и ничтожным, человеком, скорбящим о том, что он человек, стыдящийся своей ноготы. Но самая страшная сила достигает слова святого Бернарда к папам, когда он придерживается их собственного мировоззрения, о своем сане говорит, кто же ты, великий Иерей и первосвященник, ты главный из епископа, преемник апостола, по первенству Авель, по управлению Ной, по патриаршеству Авраам, по чину Мелхиседех, по достоинству Аарон, по авторитету Моисей, по судейству Самунил, по власти Петр, по помазанию Христос. Далее подразвивается слово, значит, ты должен быть нормой справедливости, зеркалом святости, образцом благочестия, заступником за истину, защитником веры, учителем языков, руководителем христиан, другом жениха, дружкой невесты церкви, устроителем клира, пастырем народа, убежищем угнетенных, опорой бедных, надежды убогих, попечителем сирот, судьею для вдов, оком незрячих, языком немых, посохом стартов, ужасом злых, молотком для тиранов, отцом царей, регулятором законов, хранителем канонов, солью земли, светочем мира. Пойми, что я говорю, Господь даст тебе разумение, прибавляет Бернард. Что можно понять из этого? Быть зеркалом святости, образцом благочестия, другом жениха. Понять устрашить и сказать себе, не имея никаких сил, чтобы исполнить все это. Зачем же это перечислено? Потому что папам свойственно думать о себе очень высоко. Но когда Дух Святой устами апостола раскрывает в глубине совести бездну дел, которая сам, не сознавая, принимает на свою ответственность превозносящейся, то всякий в ком не погас свет Христов скажет себе, не буду ничего думать ни о себе, ни о своем сане. Мал я иничтожен, помилуй меня, Господь Иисус Христос. Все вышеизложенные мысли Святого Бернарда для поучения Евгения Третьего. Что это такое? Это духовное наставление Святой Католической Церкви всем папам, законно поставленным начальником Церкви. Оно возвещено, как обычно возвещается в Церкви, утратившей совершенство. Духовная истина одним из великих учителей Церкви, починен Малхиседека, посланного главой Церкви Господом Иисусом Христом. Такие истины Церкви не только сохраняются внутренне в сердцах верных, но и внешне храняются ангельским охранением. Никто не в состоянии изменить свитках даже и буквы, начерпанные Божиим посланником. Вот почему многое искажено, многое привнесено в Церковь Антихристовым Духом. Но письма Святого Бернарда к Папе Евгению Третьему дошли и до нашего времени в полной неприкосновенности. Послание Святого Бернарда к Папе Евгению Третьему это огненные слова, написанные Духом Святым на скрижалях Католической Церкви. Каждый Пап осудится ими в глубине совести своей. И вся Святая Католическая Церковь созерцает эти слова как видимую совесть Пап. Но скажут некоторые, почему предназначенное для всех Пап общее является в форме личных обращений Святого Бернарда к Папе Евгению Третьему? Потому что, как мы говорили все время, Господь в Своей Церкви никого не принуждает ходить по его воле. То, что говорит Святой Бернард Папе есть призыв к смирению, к покаянию, обличению превозносящихся. Это совесть христианская, всегда живая. Я всегда с вами отныне и до века. Слышимые слова Духа Святого, указывающие правый путь. Они никак декреты начальников церкви не угрожают инкведиции, но предносятся подобно тому, как заканчивал свою речь Господь Иисус, имеющий уши слышать да слышит. Господь говорит тебе, но если хочешь идти по своему, вступай, никто не держит тебя. Вот образ наставления апостола Христова. Каждый папа, по святому обычаю католической церкви, получает наследство архив, архивы предшествующих ему пап. И все приглашаются продолжать доброе и исследовать худому. Как писал Святой Бернард Папе Целестину Первому о некотором деле умершего папы Иннокентия Второго. Мать церковь подвергается осмеянию, ибо один из негодных рабов ее раскрыл срам проступку папы Иннокентия, считая его умершим. Но вас ведь он, то есть Иннокентия, продолжает жить, исправьте это дело. Святые приходят не для того, чтобы громить церковные учреждения и учить законопоставленных начальников церквей, они только слегка прикасаются к их сердцу, как бы со стороны и говорят, брат мой, Господь Иисус Христос говорит вам, что вы идете не по правому пути. Раздался голос Духа Святого в католической церкви, обличая путь неправды и как бы замолк, скрывшись в папских архивах. И не остановил он мутный поток злого превозношения в победный ход духа антихристов развивающихся насилий в церкви. И вот на папском престоле 40 лет спустя после Святого Бернарда воссел человек, как бы даже насмехающийся над заветом Святого Бернарда, Папа Иннокентий Третий. При нем папская власть, говорит история, достигла предела своего могущества. То, на что Святой Бернард указывал, как на самое жалкое шапка, украшенная драгоценными камнями, теперь возведена в эмблему величия. Архидиакон при короновании папа возвращает «Прими Тиару и знай, что ты отец князей и царей, правитель мира на земле, наместник Христа». И позднее сам Иннокентий Третий пишет «Я получил Тиару, дающую мне владычество земное. Никер Новый венец Христа, золотая корона с драгоценными камнями дает будто бы апостольство Христово. Что же говорит, как действует в это страшное время противление себе, глава Церкви Христос? Та же, как и всегда, как действовал еще и при жизни на земле. Трости надломленные не переломил, знак курящегося не угасил. Только сердцем, только великой любовью на самого сильного направляет, как бы самого слабого. Святой Франциск Исосизи. Святой Бернард был послан как образ Божьей власти. Никто при встрече с ним не мог сомневаться, что видит перед собой лицо значительнейшее. В нем было достоинство чрезвычайного посланника в земную церковь главы Христа, победителя смерти. Совсем иной вид является другой великий святой, посланной в церковь через 50 лет после смерти святого Бернарда. Многими был почитаем глупым, как бы полоумным. Похож был на бродягу, видом своим отталкивал, а не привлекал. Этот облик прежде всего знаменного умоления Христа в церкви, образ Господа, изданного из своей собственной церкви, ибо Он дал свободу из себя не слушаться, собою пренебрегать, но верно своему слову я с вами до конца века. Христос непринимаемый как глава входит в церковь как один из ничтожных мира сего. Желая однажды проповедовать в одной епархии, святой Франциск просил разрешения у епископа, тот сказал, я проповедую сам, и этого достаточно. Франциск почтительно поклонился и вышел, но через несколько минут снова вернулся также дружелюбно и сказал, если отец выгнал своего сына через одну дверь, обязанность этого сына войти через другую. Епископ, смягчившись, дал разрешение проповедовать. Как смиренный подвластный Христос в лице своего верного свидетеля обращается к земным начальникам церкви, слишком разбогатевшим собственной мудростью, властью, земным богатством, и просит у них разрешение проповедовать истину в своей церкви, просит униженной настойчиво, но и с неизъяснимой любовью. Превозносящаяся на их пути уже нестерпима сила превозносящимся, сила величия Божия, явленная в таких святых, как в святой Бернард, но жалково и унижающего себя святого Франциска, именующего себя и своих товарищей скоморохами Божьими, к которому можно относиться не с благоговением, а снисходительно, такому не опасно для нашего времени разрешить, согласно его большому желанию и просьбе, проповедовать в церкви простейшие христианские истины, конечно, под строжайшим присмотром церковного начальства. Сообразно труднейшему принимается только при безмерном умолении своем. Сила Божия рождается даже в немощи, не в немощи, когда я немощен, тогда силен, как у апостола Павла, в поношении, когда святого поносят, рождается сила Божия в нем. Поносимый Христос и есть сила Божия. Святой Франциск и его святые друзья, Святой Собор Франциска, вышли не из простого звания, напротив, все они были знатного рода или из богатых семей в стране, но всем надлежало принять крест чрезмерного поношения. Вот что сказано о первом товарище Святого Франциска, Святом Бернарде из Осизи. Святой Франциск был сыном богатого купца и до 20 лет пользовался своим положением и был в светском почете. Он носил еще мирскую одежду, хотя уже отрекся от мира и был весь жалкий, изможденный от трудов покаяния, из-за чего многими был почитаем глупым, как бы полоумным. И все, и родные, и чужие издевались над ним и кидали в него каменями и грязью, а он, словно глухой и немой, терпеливо сносил всякие обиды и издевательства. В это время господин Бернард из Осизи, один из самых благородных, богатых, и разумных жителей города, видя в Святом Франциске столь безмерное презрение к миру и великую терпеливость в обидах, видя, что уже два года он вселяет во всех ужас и презрение к себе, все время оставаясь неизменно терпеливым, начал чувствовать к нему мудрое почтение. Бернард пригласил его к себе в дом, угостил и положил спать с собой в комнате. Ночью, притворившись спящим, он видел, как молился Святой Франциск. И вот Бернард почувствовал, что его коснулся Дух Святой, призыв на служение, и вскоре стал товарищем Святого Франциска. В таком же обличии и поношении, как и Святой Франциск, начинает свидетельствовать истинную Святой Бернарду из Ассизи. Его выступление в баллоне так изображается. В лицах Святого Франциска. В книге, которые следует почитать Евангелием Святого Собора Франциска, о чем будет сказано ниже. В баллоне подростки, видя Святого Бернарду, рваные странные одежды, стали смеяться над ним, как над сумасшедшим. Но Бернард терпеливо сносил обиды. Вокруг него на площади в течение ряда дней впереди, кто бросал его пылью, кто камнями, кто его толкал сюда, другой туда. Но видом своим он оставался неизменным, с радостным лицом. И вот один мудрый законник, тогда Болония оставилась своим университетом, правовым факультетом, взирая с почтением на такое терпение, сказал про себя это святой человек и предложил ему помещение для обители. И вскоре брат Бернарда начал так уважать народ, что всякий считал себя счастливым, кому удавалось прикоснуться к нему или увидеть его. И еще пример почти сверхъестественного поношения, которым подверг своего товарища и себя святой Франциск. Однажды святой повелел брату Руфину идти в церковь Асизе и проповедовать. Но брату Руфину погруженному в созерцание казалось, что ему не дарована благодать проповедования. Тогда святой Франциск, вероятно, чтобы мгновенно пресечь брата Руфини неверное себе понимание, сказал, так как ты не сразу повиновался, повелевая тебе именем святого послушания идти проповедовать на гимн. Руфин тотчас разоблачается и ногой идет в церковь. Встречавшиеся ему смеялись, говоря, смотрите, вот эти люди предаются такому покаянию, что совсем выжили из ума. Между тем святой Франциск начал укорять себя, ужасаясь, что подверг одного из самых знатных людей в Асизе столь великому осмеянию. И тогда в духовном рвении он разоблачается сам и отправляется на гимн в Асизе. Жители же Асизе увидели его в начале смеяться и над ним, полагая, что и он, и брат Руфина полоумели от излишнего покаяния. Но когда святой Франциск зая на каферу стал говорить об отречении от мира, о святом покаянии, о наготе и поношениях распятого Христа, то все присутствующие при проповеди, вся великая толпа мужчин и женщин начали неудержимо плакать в невероятном благоговении в сердце и не только там, но и по всему Асизе было в тот день столько плача по страстям Христовым, что никогда не случалось там ничего подобного. Вот изумительное свидетельство о том, как вырастает сила Божия из безмерности и унижения, которому предают себя братья Святого Собора Франциска. Господь говорит этим, что раболепие перед богатством знатностью вообще в нем всем положением, распространявшаяся в церкви через церковных начальников, столь противно ему, что Христовы верные снегетели как бы на самих себе показывают, что сила Божия противоположна силе земной и совершенно не зависит от земного величия. Нескуда, сколько этот божественный смысл сделался чужим и даже противоположным понятием иерархического священства, доказывает следующее. Кардинал Гуго, назначенный покровителем братства и лично большой почитатель Святого Франциска, предложил развести знатных родом братьев на высшие церковные должности, чтобы тем поднять значение неимущего, нищенствующего ордена в глазах обществу. Тогда Святой Франциск возразил со смиренным поклоном, потому они и называются меньшими братьями, что не должны занимать высоких должностей. Их единственная цель быть в уничижении, как и Сын Человеческий. В этом хранении и уничижении Сына Человеческого Святым Франциском исказывается вся внутренняя сопротивляемость истинных носителей Духа Святого в Церкви Христовой и иерархическому тогдашнему строю, который весь держится на внешнем авторитете высоких санов. Святой Франциск послушен начальником Церкви до конца. Он требует от всех своих товарищей величайшего послушания, ибо святые нося печать Духа Святого и знаменит собой образ Христа посылаются Богом в Церковь не для внешнего сопротивления церковным начальникам, не для бунта и не для реформации, а чтобы усовещать, просить, челуя их расшитые золотом стухли, умолять. И Святой Франциск весь вопль, стон, мука, безумие. И тем внешне безумнее кажется он и его святые товарищи, чем безумнее внутреннее становятся те, кто продолжает держать все своего неверного предательского истине пути. Если именно отсюда, из глубины этой высшей цели и задачи, данной Богом Святому Франциску, взглянуть на все действия и поступки Святого Собора Святого Франциска, видишь и понимаешь, что они значат и зачем они. Историки Церкви, так же как и составители житья, как бы с неким недоумением рассказывают о любви Святого Франциска к бедности нищего. И действительно, когда читаешь эпитеты, которые расточает Святой Франциск к бедности, кажется, что он одержим манией. Он называет ее небесной, святой, святейшей госпожой, царитой, вдовой Христа. Говорит, что она была распята с Христом, с Ним воскресла и с Ним вознеслась на небо. Объясняется ей, как живому существу в любви. Но это только иносказательное обличение Павло-Каринской иерархии, провозглашающего святость церковного богатства, ибо нет уже слов для обличения. Что можно прибавить к огненным речам Святого Бернарда, обращенным ко всем папам в лице его ученика Папы Евгения Третьего? И вот верный свидетель Христов превращается в скомороха Божия, который из бедности делает, как бы, куклу, перед которой паясничает, провозглашая ее царица из цариц. Тот, кого Господь преобразил в видимое чудо, кого и птицы слушают, кому звери лютые повинуются, чье появление перед народом сопровождается как бы пожаром всеобщей любви. Как странно и так мучительно сосредоточен на бедности, быть может, они задумываются над этим и поймут, но нелепо думать, что шрезвычайная нищета особенное хранение ее подвиг Святого Франциска. В своих подвигах святые никогда о своих не кричат, тайна сердца раскрыта только Богу, их крест не видим никому. То, что, видимо, в святых есть проповедь обращения Божьей к людям, как живая азбука для получения дитям. Необходимо также понять, что все слова и отношения с того франциска к бедности отнюдь не есть призыв святого ко всеобщей нищете, как к великой добродетели христианской. Во-первых, христианство ничего не имеет и против достатка. Во-вторых, в христианстве нет никаких царист-добродетелей. Преклонение перед какой-нибудь одной добродетелью, возвеличение этой добродетели перед всеми другими совершенно не христианское чувство. Каждый имеет свой путь добродетелей и совершенства. И у христианина есть только одно настоящее чувство, одно сердечное устремление. Господь наш Иисус Христос. Всякое другое чувство затемняет свет Христов. Вместе с особым почитанием бедности подчеркивается ненависть к деньгам. Кто-то из братьев, взяв несколько серебряных монет, положенных под распятием шерки, бросил их на подоконник, но вскоре почувствовал, что поступил неправильно, пошел сказать об этом святому Франциску. Укорив брата за то, что прикоснулся к деньгам, святой велел ему, взяв ртом монеты с подоконника, отнести их за ограду и выплюнуть на кучу ослиного навоза. Вообще деньги совершенно и навсегда запрещены в обителях святого Франциска. Вместо денег принимаются как плата за труд только продукты. В церкви где на вес золота оцениваются индульгенции, то есть прощение грехов настоящих и будущих. Отвращение к деньгам как к навозу представляется как бы необходимости для святых. Наперекор объявлению папами церковной собственности святыней равной духовным святыням церкви. Остерегайтесь братья смотреть на церкви и жилища и прочее. что для нас строят. Иначе как на места согласно нашей нищете в которых мы только гости. Если сами поставили хижню то должны через некоторое время сломать или покинуть. В нищете материальной соответствовала нищета проповеднической мысли. Я запоминаю почти слово в слово речи всех проповедников но не могу запомнить то что говорит святой Франциск свидетельствует современник святого. Но еще изумительнее что если даже запоминаю то мне все кажется будто это не те слова которые я слышал из его уст. Очевидно слушатель потрясен не смыслом речи иначе он запомнил бы слова как всегда запоминал а чем-то другим в проповеди святого Франциска чем же. вот вот еще другое свидетельство часто приготовившись проповедовать и выйдет народу святой Франциск не мог вспомнить ни одного слова и молча благословлял слушателей но действенный народ было не меньше как бы проповедь была произнесена в Болоне один студент казалось понял смысл проповеди он заключался в увещании отложить вражду и сохранить мир то есть основная тема святого Франциска взятая из его всегдашнего приветствия встречным сам Господь открыл мне что мы должны приветствовать каждого встречного да дарует тебе Господь мир но главное что поразило студента несмотря как он отмечает на ужасную незначительность вида святого Франциска и непривлекательность его лица в действии этой проповеди на слушателей многие из самых знатных да то ли совершенно непримиримые стерепствующие проливавшие потоки крови внук заключили между собой и с другими великий мир так что на долгое время в стране установилось благодетельное спокойствие никаким словесным призывом к миру даже прекраснейшей проповедью о согласии нельзя мгновенно достичь этих результатов здесь чудо святой франциск был огненной силой любви христовой его речь едва касаясь дослуха проникала в сердце как божий свет оттого и нельзя было запомнить слова святой франциск преображал души вот говорится одна жилья в товарища брата мастео и брата ангела людей святых и уйдя со всей стремительностью духа не разбирая ни дороги ни тропы дошли ни до одного замка святой франциск стал проповедовать попросив сначала распевавших ласточек чтобы они молчали пока он будет говорить и ласточки послушались его и после проповеди все мужчины и женщины из замка захотели оставить замок и идти вслед за святым франциском нечто чудное происходит с людьми они теряют представление о действительности и они стремятся за святым франциском боясь что вместе с его уходом исчезнет фаворский свет в который они неожиданно ступили но вот еще царствия Божия нет на земле необходимо еще пребывать в земном порядке и святой франциск оставляет жителей замка обещая им позаботиться об их спасении тогда замыслом устроить третий орден мирской и идя с той же стремительностью святой франциск поднял глаза и увидел возле дороги несколько деревьев на которых сидело прямо бесчисленное множество птиц что франциск поделился этому и сказал товарищам подождите здесь а я пойду проповедовать сестрам моим птицам и сойдя на поле он начал проповедовать птицам бывшим на земле и точно те которые сидели на деревьях слетели к нему пока святой говорил все какие были птицы раскрыли рты вытянули шеи приподняли крылышки и почтительно наклонили головки к земле и движениями своими пениями в начале показывать что речь святого отца доставляет им величайшую усладу вместе с ними радовался святой франциск и делился такому множеству птиц их красивому разнообразию их внимания и доверчивости и восхвалял творца окончив проповедь святой франциск прошел между птицами касаясь их одеждой и ни одна не тронулась с места и он совершил над ними знамени креста и отпустил их и тогда все птицы стаи поднялись на воздух с зимными песнями и затем согласно знамени креста разделились на четыре части одна часть полетела на восток другая на запад третья на юг четвертая на север и каждая стала летела с зимными песнями но не только птиц но и свирепого волка святой франциск обратил к Богу близ Губева появился громадный волк нападавший на людей так что никто не осмелился выходить из города без вооруженной охраны и вот святой франциск сжалившись над горожанами осенил себя знаменем креста и вышел навстречу волку возлагая все упование свое на Бога когда волк с раздвинутой пасти побежал к святому франциску тот осенил его знаменем креста и сказал поди сюда брат волк повелеваю тебе именем христа не делай злание мне ни другому чудно вымолвить едва святой франциск совершил знамение креста как страшный волк закрыл пасть кротко подошел и лег у ног святого франциск сказал брат волк ты причиняешь много вреда в этих местах ты совершил величайшие преступления обижая и убивая божьи твари ты даже имеешь держится убивать людей созданных по образу божию и весь народ кричит и ропщет на тебя и вся эта страна во вражде с тобою но я хочу брат волк установить мир между тобой и здешним народом так чтобы ты больше не обижал их а они простили бы тебе все прошлые обиды и чтобы не преследовали тебя больше ни люди ни собаки когда он произнес эти слова то волк движениями тела хвоста и ушей наклонением головы показал что он соглашается со словами святого франциска и готов их соблюдать брат волк продолжал святой франциск с тех пор как тебе угодно будет заключить и соблюдать этот мир я обещаю тебе что будешь получать пички от жителей этой страны постоянно пока ты жив так что не будешь терпеть голода ведь я знаю что все зло ты делал от голода обещаешь ли ты не причинять больше вреда людям и волк наклонением головы показал что обещает заверь меня в этом чтобы я вполне мог положиться на тебя и волк поднял переднюю лапу и положил в протянутую руку святого франциска затем волк пошел следу святым франциском в город и там на площади повторился этот чудесный разговор святого франциска с волком в присутствии жителей всего на города после этого волк прожил два года и как ручной ходил от двери к двери все любезно кормили его и никогда ни одна собака не залаяла на него и когда волк умер от старости горожане сильно оскорбили об этом потому что видя его у себя они всегда вспоминали про святость святого франциска все воскресает и преображается когда приходит святой франциск христова любовь все начинает дышать радоваться жить любить ибо нет ничего из сотворенного богом злого и мертвого по существу если мертвеет то только потому что духовно умирает человек которому было поручено творцом все оживлять любовью вот почему святого франциска брат волк сестра ласточка брат разбойник брат сокол братья месяцы звезды брат солнца брат огонь которым господь освещает ночь и он прекрасен и весел и очень силен и могуч братья ветер и воздух и облака хорошая и всякая погода которую ты господи посылаешь на сохранение твоих созданий но и то что причиняет нам страдания наши братья ибо страдание помогает нам возродить все духовно брат голод и сестра боль и как великая надежда на господа сестра смерть но и с нами исторические события если примет в них участие святой франциск освещается солнцем христовой любви и видно становится что в них что в них неправда вместе с другими святой франциск и его святые братья отправились в христовый поход но и для того чтобы мечом и огнем устремлять неверных как учила римская церковь проповедуя крестовые походы с чистой материалистической недостойной христовой имени целью ревнуя о вере христовой не боясь грозящих им ученической смерти братья отправились прямо к султану вавилонскому чтобы с любовью сказать ему о христе на границе сарасинской земли их взяли в плен и по их большому желанию и промыслу божию представили перед лицом султана и стоя перед ним святой франциск наставляемый духом святым начал божественно проповедовать о вере христовой и султан почувствовал к нему великое почтение в виде его твердости его презрения к миру так как будучи очень беден не хотел принять никакого дара султан просил святого франциска чаще заходить к нему и всегда охотно слушал его разрешил ему и его товарищам проповедовать где ему угодно и дал им грамоту по которой никто не смел их обижать и святой франциск отправил любимых своих товарищей подвое в разной части сарасинской земли возвещать веру христову когда по откровению свыше святой франциск с товарищами вознамерился вернуть обратно домой пришел к султану простите тогда сказал ему султан брат франциск я бы охотно обратился в веру Христову, но боюсь сделать это теперь, ибо если услышат, то и меня, и тебя с твоими товарищами убьют. Но ты научи меня, как спастись, и я исполни, что повелишь. Сказал тогда святой Францис, Господин, я сейчас уеду и вернусь в твою страну, но после, когда умру, и по милости Божией уйду на небо, я, если угодно Господу, пошлю тебе двух братьев, от которых ты примешь Христово крещение, и будешь спасен, как открыл мне то Господи мне мой Иисус Христос. Так он обещал и исполнил, через несколько лет умер святой Франциск, а султан заболел, а в ожидании обещанного святым Франциском велел поставить на дорогах стражу, который приказал тотчас привезти к нему двух братьев, как только в одеянии святого Франциска они покажутся на дороге. А в это время святой Франциск явился двум братьям и просил их тотчас отправить их к султану, и они, переправившись через море, были приведены стражей к повелителю, и увидев их величайшей радости, воскликнул султан, теперь я поистине знаю, что Бог по обещанию святого Франциска посылает мне спасение. И приняв крещение, возродившись во Христе, он скончался. Вот истинный христианский крестовый поход. К нему и обратилась всецело католическая церковь позднее, когда по всему миру пошли католические священники проповедовать Христа, не боясь никаких лишений мусенической смерти от диких язычников, но более всего на свете боясь проливать чью бы то ни было, и во имя чего бы то ни было кровь. Что такое христианская милость? О ее беспредельности и что не может быть у христиан ни прощения говорится в наставлении святого Франциска, а также видно издеяния его святого собора. Все это кажется сверхъестественным. Недаром сложилось в народе мнение, поговорки, слышит святой Франциск молитвы тех, кого и Господь не слышит, или милует он тех, кого и Господь не помиловал. Конечно, такие поговорки возможны лишь потому, что Христа почти не знает в несовершенной церкви. В действительности святой Франциск только напоминает о полноте и милости Божией. Какой бы великий грех ни впал один из братьев во всем мире, пусть не отойдет от тебя без твоего прощения, если он попросит его у тебя. Если же он не попросит прощения, то ты сам должен просить его. Не хочет ли он получить отпущение? Чтобы привлечь его сердце к Богу, ты должен любить его, и ты всегда должен быть сострадательным к таким братьям. Когда же брат под влиянием злого духа впадет в смертный грех, нужно, чтобы братья, которые знают об его грехе, не старались его пристыдить или унизить. Сравнительно у Иоанна Златоуста. Душа, если принуждением, хотя раз будет приведена в стыд, впадет в несувствительность и после этого не в состоянии слушаться даже и кротких слов. Но наоборот, показали бы ему великое сострадание, и необходимо, чтобы они сохранили его грех в тайне. Соврешившего брата нужно послать к начальнику. Но и начальник должен прийти к нему с великим милосердием, так как он хотел бы, чтобы и с ним поступили в подобном случае. Также Блажен тот, кто со вниманием и уважением относится к ближнему во время ошибок его. А если брату случится впасть в несмертный грех, он должен исповедовать его священнику. Но ни в коем случае не следует возлагать на него другой эпитемии, кроме слов. Иди и вперед не греши. И начальники не должны напускать в себе чувство гнева при виде чужих грехов, ибо гнев есть сущие препятствия к христианской любви. И ты должен любить противящихся тебе и не ожидать от них ничего другого, кроме того, что Господь пошлет тебе. Ты должен любить их, не желая, чтобы они стали лучше, то есть предоставить их сердце на волю Господа самого. Пусть для тебя это будет больше, чем удаление в пустыню. А вот и дела милосердия и дивной милости. Брат Ричьери впал в такое искушение, что не был в состоянии прогнать его. Измучившись в отчаянии, он решил идти к святому Франциску. Если, думал он, святой Франциск встретит меня с добрым лицом, я поверю еще в милосердие Божие. Если же со строгостью это будет знаком, что я покинут Богом. В это время святой Франциск лежал тяжко больной. И Бог открыл ему все искушения и отчаяния брата. И немедленно зовет святой Франциск братьев Льва и Массео и говорит, идите скорее навстречу к дорогому моему сыну, брату Ричьери. И обнимите его от моего имени и скажите, что из всех братьев в мире я особенно люблю его. Когда постные встретили Ричьери и передали ему это приветствие святого Франциска, тот так обрадовался, что был как бы вне себя. И когда он приблизился, святой Франциск, хотя тяжко больной, пошел к нему навстречу, нежно обнял его и сказал, дорогой брат Ричьери, изо всех братьев, какие только есть в мире, я особенно люблю тебя. Искушение твое попустил Бог ради вящего возрастания заслуг, но если не хочешь, не будешь иметь. Изумительно. Едва только святой Франциск произнес эти слова, внезапно отошло от Ричьери всякое искушение, и будто никогда в жизни не испытывал его. В больнице находился один прокаженный, который бесстыдно осыпал ругательствами и побоями всякого, кто за ним ухаживал. И хуже этого, он кощунственно поносил Христа и его матерь, Деву Марию. Собственные обиды братья терпеливо переносили, однако хулы на Христа и его матерь не в состоянии были терпеть. И они стали прокаженного оставили, сообщив об этом святому Франциску. Последний приходит к больному и говорит, да подаст тебе Господь мир, дорогой брат мой. А какой мне может быть мир от Бога сердцем скричал прокаженный, когда он сам отнял у меня мир и сделал меня гноящимся и злогонным. А твои братья своим неумелым ухаживанием увеличивают мои терзания. Святой Франциск, помолившись, предложил больному свои услуги ходить за ним. Но что ты можешь сделать больше, чем они? Что хочешь ты, я то сделаю. Я хочу, чтобы ты обмыл меня всего, ибо я испускаю такое сильное зловоние, что сам не могу терпеть. Тогда святой Франциск нагрел воду и положил в нее много похудских трав и собственными руками начал обмывать его. И чудо! Где святой Франциск прикасался и сходило проказа, оставляя совершенно здоровую кожу. И прокаженный, видя, что выздоравливает, стал испытывать великое сокрушение. И заплакав, сказал, горе мне, я достойна за все гнусности и обиды, которые нанес братьям из-за кощунства перед Богом. Святой Франциск, видя чудо, которое Бог совершил его руками, возблагодарил Бога и ушел оттуда в далекие места, ибо не любил человеческой славы. Истелившийся же через пятнадцать дней заболел другой болезнью, и причастивших святых тайн умер в святости. Душа его явилась в воздухе святому Франциску, который стоял в лесу на молитве и сказал ему, узнаешь ли ты меня? Кто же ты, спросил святой Франциск, я тот прокаженный, которого Христос исцелил ради тебя. Да будет благословенна речи твоей душа и тело твое, знай, что не проходит дня в мире, чтобы ангелы и другие святые не благодарили Бога за тебя и твоих товарищей. С этими словами душа исцеленного вознеслась ко Христу, а святой Франциск остался в великом утешении. Такое же великое милосердие к людям являли товарищи святого Франциска. Брат Карада, который жил после святого Франциска, обратил к Богу одного юного брата, смущавшего весь монастырь своим распутным поведением и кощунственным отношением к богослужению. И жалости брат Карада стал говорить этому юноше так сердечно и убедительно, что тот, по милости Божьей, из мальчика превратился в старца нравом и такого заботливого и благочестивого, притом такого услуживого, что все братья старые молодые, насколько прежде смущались, столько утешились теперь и сильно полюбили его. В рассказе о великой спятости брата Симона и Сазизи говорится об одном юноше в братстве, который столь пламенел любовью к Богу и ближнему, что когда однажды был пойман в городе некий злоумышленник, ему должны были выколоть оба глаза. Из сострадания пошел Татьюнаша бесстрашно к наместнику в заседании суда и с обильными слезами и в почтительной мольбе просил, чтобы один глаз был выколот у него, а другой у злоумышленника, чтобы не оказался совершенно лишенным зрения. Но наместник и суд, видя в этом брате великий пыл милосердие, освободили преступника. Истинным хранителем милосердия святого Франциска был Иоанн Пармский, начальник кордена 1237-57 годов. Тех, кто нападал на него, он побеждал, называя их своими господами. Если делал наставление братьям, то в легкой, как бы шутливой, чрезвычайно дружественной форме. И если бы очень строг был, и был он строг, то только к самому себе, его любовное отношение к провинившимся братьям можно уподобить, но как бы в иной форме, Феодосии Печерскому, игумену Киево-Печерского монастыря, который когда обречал, калп, плакал, и слезы неудержимо лились из его глаз. Итак, святой Франциск не получил от Господа проповеднического дара богословской премудрости, какой было апостол Иоанна Богослова у трех великих учителей церкви и других отцов, и застарел до этого времени святого Бернарда из Клерво. Но что еще изумительно, святой Франциск был малограмотен, почти не умел писать, а отличался как бы прирожденной неспособностью к учению. Ничто, никакое качество не бывает напрасно у великих святых, послаемых Господом, свидетельствовать истины. Как прославляемая святым не свята обречала порочное церковное обогатение, так малограмотность святого Франциска возвещала еще об одной беде, постигшей церковь. Христианское учение было заслонено чрезмерными умствованиями схоластики. Схоластика – это рассуждение душевных о духовном, мертвые мысли о живом Христе. Школьная богословская ученость как похоть охватывала церковный мир. И, конечно, вместе с ученостью шло великое превозношение. «Надутая гордыня схоластики», – так обозначил святой Франциск, знаменитый ученость своего века. «Ныне столько таких, – говорил он, – которые ищут знания и учености, – что блажен воистину тот, кто ради Господа Бога нашего стал бесплодным и невеждой». «Почему за тобой, почему за тобой, почему за тобой, – вопросил однажды брат Массел Святого Франциска. А Святой Франциск спросил, – что ты хочешь сказать? – Говорю, почему все идут за тобой во след? Ты ведь не красавец с телом и невеликой учености и незнатен родом. И ответил Святой Франциск, – ты хочешь знать, почему за мной идут все во след? Потому что для совершения того дивного деяния, которое Бог замыслил свершить, он не нашел на земле более безобразного создания, и потому избрал меня для посрамления всех знатных и великих, и сильных, и прекрасных, и мудрых мира. Да знают люди, что всяческое добродетель и всяческое благо от него, а не от твари. Чтобы никто не сомневался, что безобразное создание избрано для дивного дела, которое замыслил Господь. Святой Франциску было даровано то, что осталось у ограбленного и вновь как бы на гимн распятого главы церкви Христа, его любовь. И в такой безмерности, что многие тогда в народе были уверены, что в лице Святого Франциска Христос вновь сошел на землю. Мы ничего не знаем о том времени. Действие любви Христовой нельзя не запечатлеть, не представить, как нельзя понять, что такое был свет преображения Господа Иисуса на горе Фаворе, если снова не увидеть его и не быть в нем. А оттого многим теперь кажется, что чудеса того времени — фантазия народа. Но нет ни одного слова неправды в чудесной и святой книге «Цветки Святого Франциска». Чудесная эта книга потому, что в форме всем доступной, под видом простеньких рассказов, сообразного обличия Святого Франциска, таит в себе сокровеннейшее деяние и откровение Духа Святого Церкви. Как в Евангелии, многое проходит сначала как бы незаметным, но по вторичным чтениям начинает раскрываться все с большей и большей глубиной, так и здесь. Святая эта книга — «Цветки Святого Франциска», потому что писала ее через избранника Божия как евангелиста «Дух Святой». Как повелось, что о книгах духовных пишут люди душевные, то и о «Цветках Святого Франциска» существует много нелепых мнений, высказываемых тоном важной учености и многим поэтому импонирующих. Подобно тому, как недавно еще европейские ученые старались научно доказать, что Евангелие от Иоанна и его послание «Апокалипсис» написано разными людьми, тем более развязно судят о «Цветках». Утверждает, что «Цветки» — сборник разных авторов и разных по достоинству произведений, и много рассказов прелестных, большинство однообразных и утомительных, что все это народные сказания и, как всегда у народа, к былим присоединено много небылиц, что автор «Цветков» только собиратель их, а по отношению к большей части рассказов только переписчик. В «Цветках» есть подражательный элемент, например, явная стилизация рассказ о проповеди святого Антония «Рыбам» в подражании проповеди святого Франциска «Птицам» и бесклюстное утверждение. Достаточно слечить эти рассказы, чтобы увидеть, как они различны по теме, по индивидуальности духа, по мотивам содержания. Вольно и тяжело, когда о великих духовных вещах распространяется неправда, соблазняющая многих духовно неискушенных. К счастью, о «Цветках» Святого Франциска есть мнение такого же душевного человека, как писавший вышеизложенный человек, а даже не христианского мирочувствия, позитивиста, однако имеющего художественный вкус и критическое читье стиля известного критика Тена. Он говорит, что «Цветки» — одно из высочайших литературных произведений, созданных для духовного наслаждения и блага человека. Об этом говорит, прежде всего, святость благоуханного изложения. И каждый рассказ заканчивается неслучайно, а как бы музыкально-божественным, вытекая из самой глубины его содержания, истины. Во славу благословенного Христа! Аминь! И каждый раз рука читателя, покорная сердцу, забившемуся божественной мудрости и любви, сама тянется совершить крестное знамение. Эта святая книга также свидетельствует о некой великой тайне собора Святого Франциска. О тайне это можно сказать словами первого историка церкви Евсевия, мученика Памфила об апостоле Павле. Павел мог говорить о бесчисленных и таинственных предметах, но он не передал письму ничего, кроме весьма кратких посланий. Так же самое тоже и Святой Франциск с товарищами. С той только разницей, что их посланий, то есть их запечатленных на бумаге изречений гораздо меньше, чем у апостола Павла. Известно, почему апостол Павел не говорит о таинственных предметах. Всем мудрость, тайну, сокровенную мы проповедуем между совершенными. Как написано, не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, а нам Бог открылся и Духом Своим, ибо Дух все проникает и глубины Божии. Интересно, что эти слова апостола Павла повторены но чрезвычайно своеобразно в цветках, подтверждая, что язык совершенных решительно недоступен тем, кого апостол Павел называет душевными, в отличие от духовных. Брат Егидия, отвечая братьям, почему он не принял, как подобает, и не сказал ни слова королю Людовику святому, который пришел повидаться с Егидием, а только выбежал из обители навстречу королю и, обнявшись с ним у ворот обители, долгое время простоял молча и затем расстался с ним, и король ушел, не зашедший в обитель. Егидия, отвечая на это, сказал, едва мы обнялись с королем, как свет премудрости Божия раскрыл и явил в сердце его мне, а мое ему. И, глядя так по Божьему соизволению в сердца друг друга, мы гораздо лучше и с большим утешением узнали то, что хотели сказать друг другу, чем если бы говорили наши уста. А если бы мы хотели голосом выразить то, что чувствовали в сердцах, то благодаря слабости человеческой речи, которая не может ясно выразить сокровенных тайн Божьих, мы испытали бы скорее огорчение, а теперь король ушел дивно утешенным. Так беседуют с сердцами, внутренним языком святые, то есть совершенные, так и Бог беседует с духовными. И вот эти беседы Божьи с братьями святого Франциска по свидетельству цветков превосходят всякое разумение. Поэтому в первой главе даже сказано, что со временем апостолов до ныне не было в мире столь чудных святости мужей. Велика, ужасна мука людей, которые ради ближних обречены на вечное распятие, в которой сила Божия является через безмерное поношение их ближними. И от того вытешение им, их внутреннее озарение Духом Святым превосходит озарение других святых. Здесь главным образом чудно, что озарение получает целый собор святых и подобляется первоапостольским. Все из Святого Собора Франциска были отмечены особым знаком святости. Один был восхищен до третьего неба, как святой Павел, кто был брат Эгидий. Некоим ему из них, кто был Эфилиппу Долгому, ангел коснулся уст горячим углем, как порок Исаии. Некий из них, кто был брат Сильвестр, беседовал с Богом, как беседуют два друга, тем же образом, как делал Моисей. Некий тонкостью мысли возветал, как орел, к свету божественной мудрости, кто был евангелист Иоанн. И таким же был смиреннейший брат Бернард, который глубочайшим образом толковал священное писание. Один молоденький брат видел, конечно, по соизволению Господа, которому угодно было это раскрыть. В лесу на молитве святого Франциска его окружал дивный свет, и в этом свете он увидел Христа и Деву Марии Иоанна Крестителя и величайшее множество ангелов, беседовавших со святым Франциском. Видение, раскрывавшее тайну великой святости собора святого Франциска, удостоились и жители Оссизии. Однажды, когда в обители пребывала святая Клара и трапезовала со святым Франциском и братьями, и святой Франциск начал беседовать о Боге. Зашла великая благодать, и все были восхищены, и сидели вознеся очи и воздев руки к небу. В это время жители Оссизии и бедмоны и окрестности видели, что обители и лес, окружавшие ее, ярко пылали, и казалось, что огромное пламя охватило и обитель, и лес. Поэтому с величайшей поспешностью побежали тушить огонь, но дойдя до обителей и найдя, что ничто не горит, они вошли внутрь и обрели святого Франциска со святой Кларой и других сидящими за смиренной трапезой и поглощенными созерцанием Бога. Из этого они верно уразумели, что это был божественный огонь, который явил Бог знаменуя им огонь божественной любви, которым горели души тех братьев, и они вернулись с великим утешением в сердцах своих и со святым назиданием. То, что в братстве происходили духовные явления времен первоапостольских, мы можем узнать, например, из главы, как святой Франциск и его братья рассуждали о Боге, и явился среди них Христос. Однажды в собрании братья и еще в начале своего монашества святой Франциск в духовном рвении повелел одному из товарищей, чтобы тот во имя Бога открыл свои уста и говорил о Боге, все, что внушит ему Дух Святой. Брат сначала начал исполнять приказания и дивно говорил о Боге, когда святой Франциск сказал ему замолчать и говорить другому. И второй тончайшим образом заговорил о Боге, и опять третьему тоже и третий начал говорить с углублением. И вот в подтверждение чудесности происходящего явился посреди них благословенный Христос в образе прекраснейшего юноши и, благословляя, преисполнил их неизъяснимой радостью. В чем же заключалась чудесность? Мы нарочно подчеркнули те эпитеты, которыми автор «Светков», отмечая оттенки индивидуальности речи каждого из говоривших. Что здесь происходило? Конечно, явления духовных даров, пророчества и других, о которых ничего не сказано и которые понять недуховным нельзя. Этот рассказ только как бы намек на то, что бывало в братстве. Некоторые кличи можно найти у апостола Павла в его главах о духовных дарах. Но именно о духовных дарах святой Иоанн Златоус уже про свое время говорит. Этот предмет ныне неизвестный. А от чего неизвестный? Потому что когда-то это бывало, а теперь не бывает. Только один жест святого Франциска можно пояснить словами апостола Павла. Именно его как бы быстрое прерывание речи одного брата и передача снова другому следующему. У апостола Павла читаем, если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Как и теперь святой Франциск как бы уподобляется Христу, наводя божественный порядок среди пророчествующих. Конечно, такие рассказы приводят в недоумение людей нашего очень цивилизованного, но очень недуховного времени. Они кажутся ничего не говорящими и лишними. И вот в главе 30 есть святой, где Антоний Падуанский, проповедуя Слово Божие перед слушателями разных народностей, греков, латинян, французов, немцев, славян, англичан и других языков мира, был понимаем всеми, как будто он говорил на языке каждого. И всем казалось, что возобновилось древнее чудо с апостолами в день Пятидесятницы, когда апостолы с силой Духа Святого были понимаемы говорившими и на других языках. В этом рассказе находим ответ на некое неясное для нас обстоятельство, что в Пятидесятнице апостолы говорили с каждым наречием на его языке или их язык чудом понимали все народности. С чрезвычайно непонятным для нашего времени рассказом относятся явления дьявола брату Русину. Просвещенные люди, в кавычках, относятся к сатане скорее как к эмблемам зла, чем как к страшной и убийственной реальности. Заигрывание смесистофелем и пользование им угет и фаусты дает представление о глубочайшем духовном невежестве европейца. В действительности борьба с дьяволом есть величайшее искусство и даже из святых немногие владеют им совершенством. Но святой Франциск умел поражать сатану даже при его, казалось бы, уже непоправимых для спасения успехах. Вот что узнаем из вышеназванной главы. Брату Руфину дьявол стал являться в образе Христа, одной из самых страшных, можно сказать, единственных по силе искушений. Дьявол доказывал Руфину, что он исчезла осужденной гибели. Здесь дьявол, очевидно, воспользовался некоторой неясностью церковного учения о предопределении. «Я сын Божий, — говорил сатана, — и мне все известно. Ты не записан в книгу жизни, поэтому все твои молитвы и покаяния не имеют никакого смысла». Руфин стал в чрезвычайное уныние. Но Дух Святой открыл святому Франциску об искушении, и тот призвал к себе брата Руфина. После мучительных колебаний, ибо дьявол убеждал Руфина, что и Франциск из числа осужденных несчастный пришел к святому. Тот рассказал Руфину по порядку все искушения внутренние и наружные, какое тот имел от демона и наставил его. «Когда демон еще раз скажет тебе, ты осужден, и ответь ему, открой рот, чтобы он мне, ты осужден, ты ответь ему, открой рот, чтобы мне в него испражниться». И Святой Франциск прибавил, что это был демон, ты должен был понять, что он ожесточил твое сердце. Но благословенный Христос не ожесточает сердца верных ему. Он напротив смягчает и умиляет их. Такое великое поучение многим немилостивым пастырем иерархического священства. Руфин поверил святому Франциску, и когда явился демон в образе Христа, неожиданно сказал ему то, что советовал учитель. Тогда демон, растерепев, немедленно исчезает, сопровождаемый таким ураганом и сотрясением соседней горы, что обрушилась масса камней и так сильно колебались, сшибались камни друг с другом в то время, как катились, что искрились на долине страшным огнем. И до ныне там виден этот огромнейший обвал. И брат Руфин тогда ясно понял, что к нему являлся кто и под видом Христа и был утешен. Некоторые комментаторы находят неприличные слова, которые сказаны дьяволу и думают, что это грубость народной легенды. Однако именно в этом сказался святой гений святого Франциска. Ибо дьявол упоенный своим успехом и как бы возвеличенный перед самим собой обликом Христа, под видом которого являлся. Иначе сказать, войдя в роли, привыкнув в течение долгих дней к своему вязчему успеху, был поражен, так сказать, в самое сердце столь презрительным и внезапно разоблачением своего лжехристовства. А от того немедленно исчезает в жестоком гневе. Чтобы еще сильнее убедиться в необычайности этой победы, следует сравнить, что произошло за столетие перед этим в Киево-Печорской лавре, где дьявол также под видом Христа явился святому Исаакию, и тот поклонился ему до земли как Богу. Он был замучен демонами, они присадились к ним всю ночь и на утро, Исаакий на день был в своей келе без памяти. Он спал в совершеннейшее младенчество и понадобилось великое святость и милосердие святого Феодосия, бывшего тогда игуменом монастыря. Чтобы в течение нескольких лет непрестанного ухода за пострадавшим вернуть его в человеческий облик и направить на путь истинной святости. И после смерти святого Франциска продолжалась эта жизнь среди созерцаний. Жизнь, которую ничто так верно не характеризует, как слова святого Франциска. Глава нашего общества – Святой Дух. В цветках помещены апокалипсии Святого Собора Франциска, именно в главе 49-й, введение братом Якобом из массы золотого дерева, на котором находились все меньшие братья со всего мира. Без этой главы мы не могли бы постигнуть, что произошло в католической церкви с тем явлением Божией милости, которую мы назвали Собором Святого Франциска. Дабы отличить его от того, что именуется орденом францисканцев. Прежде чем раскрыть смысл этого апокалипсиса, мы должны рассмотреть отношения святого Франциска к иерархической власти, а также показать его личную судьбу или, иначе сказать, его жизненную обреченность, обреченность всего его дела в судьбах католической церкви до нашего времени. Для этого, прежде всего, мы обратим внимание на мысли святого Франциска о послушании и смирении. Мы были покорными каждому, сказанном в завещании. Это значит, ни с кем не спорили, никому не противоречили, как сказано замечательно об Иоанне Пармском. Нападки он отражал тем, что называл противников своими господами и учителями. Только молча раскрывали сердце свое. Кто хотел, тот брал, кто противился, но того не было никакого оружия. Ибо Христос пришел в их образе не как глава церкви, а как случайный путник, предлагающий свою любовь и ничего не требующий. Конечно, крест послушания и смирения, который выпадает на долю таких цветов, превосходит всякое человеческое терпение, чтобы дать понятие об их как бы безумии креста. Имеется в цветках рассказ о том, что такое совершенная радость. По апостолу совершенная радость в лицезрении верных друг друга. Надеясь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Так говорил благовестник воскресения Христова в церкви. А вот что говорит апостол страданий Христовых, не имеющих предела. Совершенная радость, по его словам, в том, чтобы терпеть сверхъестественные издевательства. Промоченные дождем и прохваченные стужи, запачканные грязи, измученные голодом, да нельзя устало, и святые приходят в христианскую обитель и стучатся у ворот. Выходят рассерженные привратники, обругав их за бродяжищество, не отворяют им двери, а заставляют стоять за воротами под снегом и на дожде, терпя холод и голод до самой ночи. Если они будут снова стучаться, привратник опять обругает их и пригрозит избить. И, наконец, в третий раз выйдет за ворота с узловатой палкой и обобьет ее об их спины, бросив святых на землю в снег. А они перенесут это, помышляя о муках благословенного Христа. В этом и есть совершенная радость. Мы видели, в чем у апостолов была радость. Терпение же страданий они проповедовали как необходимость Христа. Проповедовать терпение унизительных мук как совершенную радость, есть искажение образа Божия в человеке и вродство. Однако это и вродство становится необходимым состоянием святых. Когда привратник христианской обители, в этом все дело, вместо того, чтобы лабызать святых братьев, обивает о них палку. Святом как бы переворачивается нормальное человеческое чувство наизнанку. Он обречен находить радость в терпении адской злобы от своих братьев, не впускающих его в обитель, им же основанную. В названии обители куда не впускают святых. Святой Марии Ангельской заключается, конечно, пророчество. Ниже мы узнаем, как это пророчество исполнилось. В изложенном нами понимании святым францисском терпения, послушания, находится ключ его отношения к современным его начальникам церкви и иерархам. «Сам Господь внушил мне такую веру в пастыри святейшей римской церкви, что если бы они гнали меня, я все-таки пошел бы за ними». Не запрещена ли горькая двусмысленность в этом признании святого Франциска? Как можно предполагать, что пастыри христовой церкви, раньше всего призванные к деятельной любви, будут гнать христианина? Кощунственно было бы произнести такие слова об апостолах, если они будут гнать. Но о пастырях современной церкви очевидно можно, даже должно, если их, говорит, имеющий полноту Духа Святого. Оттого и внушил Господь веру, то есть дал силу верить, вернее, повиноваться в тех, которые могут гнать. Нет надобности внушать веру в тех, которые любят Христовую любовь. Вера сама рождается из этой любви. Дальнейшее изречение святого Франциска углубляет сказанное. Если бы мне дали гвардианам, то есть младшим начальникам только что поступившего послушника, я повиновался бы ему так же пунктуально, как и опытнейшему брату, потому что видел бы в нем не послушника, а гвардиана, то есть церковно-орденского начальника. На первый взгляд, что за нелепое предположение? Кто же способен поставить в начальники только что поступившего в обитель? А однако святой не будет говорить напрасно. Следует искать в этом изречении тайный смысл. Не ошибемся, если скажем, что под послушником надо разуметь здесь духовно неопытного. И таким образом братьям меняется в обязанность святое послушание повиноваться недуховным начальникам. Так как братья собора святого Франциска все духовные, то значит духовные оказываются на послушании у недуховных. Хорошо, если эти начальники недуховные смиренные сознают свое недостоинство, а если нет? Следующая цитата о послушании скрывает весь ужас такого положения вещей. Всякий инок да будет послушен настоятелю как труп. Это и есть послушание совершенное. Мертвое тело возьми и клади куда хочешь. Не будет противиться, потому что ему все равно где лежать. Посади его на престол, будет смотреть вниз. Царский пурпура день только побледнеет вдвое. Памазанный, то есть руководимый Духом Святым, которому необходимо стать трупом. Лишен жизни в общине. Он уходит в самого себя, замолкает. Тем самым и Дух Святой замолкает в церкви. Когда начальники церковной превращаются в палачей, жгут, путают в подвалах людей, разыскивают ведьм, то есть издеваются над Христом, верные Христу уходят в подземелье Духа. Они как бы лишены слуха, зрения, всякой видимости. Они повинуются нечестивым начальникам, и хотя в нечестии не участвуют, но в церкви пребывают подобно трупам. Их жизнь переносит исключительно в сердце, никому невидимое и как бы не чувствуемое никем. От боли за Христа и братьев оно превращается в кровоточащую рану, чтобы представить себе наглядно, как происходит и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...